Когда-то я познакомился с Юрой, вот он здесь сейчас ходит, когда я с ним познакомился, он сказал, у меня есть огромное желание, это желание стать волшебником. Сегодня как раз это желание осуществиться, потому что человек, который умеет делать обряды, может быть волшебником. Я в свое время столкнулся с тем, что человек, который полностью все отрицает, начал изучать это с позиции просто где-то мифологии. То есть я начал думать о том, что такое мифы, почему они складывались, где это берется, почему это работает. А потом со временем была целая группа людей, исследователей, и в этой группе я участвовал, и мы выделяли даже свои деньги, а также пытались объехать там мир и что-то посмотреть, и найти где-то тех людей, которые бы могли очень сильно плохо влиять на других людей, или наоборот хорошо. И вы знаете, те, которые влияют плохо, мы их так и не нашли. Честное слово, я вам говорю это серьезно. То есть я специально искал людей, потому что меня финансировали для того, чтобы я этих людей искал. Я говорю это серьезно. И причем финансировали так хорошо достаточно, и мне нужно было отчитываться, причем в письменной форме. Идея была такая, если есть люди, которые умеют, благодаря каким-то ритуалам, а также магическим манипуляциям, игры в дудочку или какие-то серебряные пластины, то есть вуду или все что-то, умеют они как-то воздействовать, давайте мы их найдем и возьмем на вооружение. Понятно? Зачем создавать целую армию людей, которые будут стрелять, убивать, кого-то находить, если можно найти одного человека, который бы мог по шамане, там в струны поиграть и после этого кого-то уничтожить. Представляете? При этом выделялись, большое количество денег выделялись до меня, целой группе ученых, которые ездили и искали это, и вместе со мной, и сейчас после меня. Итог такой. На протяжении 20 лет не было найдено людей, которые бы могли кого-либо, чем-либо убить, уничтожить, извести, загнать в могилу или все что сделать. Этого не было, этого не будет, и это никогда не произойдет. Кто бы что ни говорил, я в это не верю, потому что я этим занимался профессионально, я пытался это найти. Но зато теперь я вижу, когда ко мне человек приходит и говорит, на меня было что-то наложено, положено, наведено, отведено, так далее, и там подобное, я всегда говорю так, начинайте разбираться с собой. Потому что на самом деле это целиком внутренние проблемы ваши. И это не связано ни с кем. То есть то, что вы считаете, наведение, подведение и так далее, это просто самая обыкновенная ерунда. С чем мы сегодня будем работать? Я объясню тибетские методы, которые позволяют человеку где-то нормализовать свою жизнь. Каким образом? В середине нашего тела находится наше сознание, которое обычно формирует то, что должно в нашей жизни происходить. Как это устроено, я об этом уже рассказывал. Помните, это закон Максвелла, закон Лоуренса, это электромагнитное излучение, которое входит в наше тело, образовывает электрический импульс нашего сознания. Наше сознание создает электромагнитное поле вокруг нашего тела, которое привлекает электричество в нашу жизнь, так далее и тому подобное. Помните, в своё время в буддизме считалось, что много вокруг человека появляется всевозможных завихрений. Эти завихрения и называются в нашей жизни жизнью. Итак, как это происходит? Я создаю завихрение счастья. Как я его создаю? Допустим, в середине себя я начинаю ощущать себя счастливым человеком, грубо. Вокруг это создаётся в моём сознании, я это чувствую. После этого это выделяется из моих энергетических центров и создаётся электромагнитное поле такого счастья, которое натягивает это счастье в мою жизнь. Поняли? Но вот для одного человека состояние счастья это был бы милый рядом, но больше ничего не надо. А для другого оно достаточно сложное. Правильно? Для одного человека это богатая жизнь, здоровые дети, любимые родственники, а также семейное счастье ещё и близких может вызывать у человека счастье. Таким образом, вот общей такой концепции счастья не было. Для одного счастья это достаточно было создать какую-то энергию, там, просто денег, и у этого человека появлялось счастье. А для другого счастье было более размытым понятием. К чему я веду? В своё время буддисты, они просто разделили это всё на какие-то качества и энергии, и это назвали пятью классами. Они разделили и поделили на пять классов все элементы несчастья, которые есть у человека, которые в жизни происходят. То есть они стали считать, что в человеческом теле происходит пять классов возникающихся проблем. Сегодня мы будем записывать об этих классах, я буду объяснять, как дома изготовить алтарь, для чего нужно алтарь этот делать и вообще, что это такое. Это называется священным местом. Оказывается, если человек входит за территорию своего священного места, то он в этом месте должен быть отключён. Поняли? То есть у него должно быть нормальное качество сознания, он должен перестать злиться. А также это место, где он, по идее, должен общаться с какими-то энергиями. Из-за того, что эти энергии имеют какое-то качество, наше сознание, для того, чтобы как-то это всё трансформировать, должна умилостливить вот эти вот качества, которые вокруг находятся. И поэтому, когда создают алтарь, то его создают так, чтобы место было чистое. Также создают этот алтарь с тем учётом, чтобы человек, входя в какое-то место, был более сосредоточенным. Согласны с этим, да? Так образовывая алтарь, а также находясь рядом в этой энергии алтаря, человек начинает работать с собой. Также существует пять основных разделений этого алтаря. То есть есть тарелочка грубая, сегодня расскажу, как этот алтарь создать. А также рядом с этой тарелочкой есть расстояние. Это расстояние обычно является расстоянием моего роста. В курсе, да? Помните, я об этом говорил? Энергетический кокон человека выглядит следующим образом. То есть если посмотреть на энергетический кокон, то он имеет ширину, если здесь у меня метр восемьдесят, то вот этот энергококон будет тоже метр восемьдесят. Поняли? И как же этот энергетический кокон устроен? Он устроен вот такими полосами. Представляете, я вам сейчас их буду рисовать. Эти полосы выглядят вот так. Вот это полоса головы. Вот это полоса грубо груди. Вот это полоса грубо там живота. Вот это полоса ног. Поняли, как это устроено? То есть если я хочу каким-то образом повоздействовать на голову, то мне нужно сделать так, чтобы это воздействие происходило вот на вот этом расстоянии от человека. Помните, я это рассказывал в своем эзотерическом целительстве. А также объяснял, почему работа со свечками не очень хорошо работает. Зачем я вам это все рассказываю? Если у меня есть пять каких-то кругов, то зачем они рисуются? У меня есть качество в моем теле, которое выглядит так. Работа с моим сознанием, то есть мои нервные состояния, а также нервные состояния окружающего мира. То есть я должен нарисовать круг такой вокруг себя или вокруг алтаря. И работая со своим сознанием, работать с пятым кругом. Поняли? То есть я сегодня вам это буду все рассказывать. Итак, зачем нужно организовывать алтарь, вам, наверное, уже понятно. А теперь давайте будем записывать по чуть-чуть. Какие существуют энергии, с которыми нам придется работать? Итак, пишем. Первое. Негативные энергии в доме. Это все, что накапливается в помещениях. Что накапливается в помещениях? Ребята, там накапливается наше нервное состояние. Помните, я это рассказывал? Вокруг человека появляется электромагнитное поле. Вот здесь я нахожусь. Когда я накапливаю в себе энергию, это происходит за счет того, что я дуюсь на кого-то. Помните, да? Я амбициозный человек, и я обиделся на кого-то. Потому что кто-то сказал, что я какашка. Я начинаю переживать и говорить, как он посмел сказать, что я какашка. На самом деле я не какашка. Зачем же он подумал, что я какашка? Ведь я не какашка. Что происходит? В моем теле начинает выгибаться мой энергетический кокон. И после этого просто от него начинают отрываться куски. Вы видели Солнце? В нем много энергии. Почему от этого Солнца отрываются куски? От него отрываются куски, так как в этом Солнце происходит переизбыток энергии. И он не может эту энергию сохранять. Солнечная активность увеличивается. Образовываются вот эти завихрения. И после этого протуберанцы начинают от Солнца отрываться. Вот такие протуберанцы начинают отрываться от всех людей, которые находятся в вашей квартире, в случае, если они очень сильно терпят, нервничают и это все не высказывают. То есть они ходят и делают так. В этот момент этот человек является главным засоряющим пространство человека. Тот, который скажет Этот человек ничего не создает вокруг себя. Он это высказал. А тот человек, который обиделся и после этого ночью не спит, обижается. Днем не спит, обижается. Вот этот человек опасный. Не зря таких людей называют рыбьим глазом. В курсе, да? Почему? Потому что это люди, которые обычно имеют большие амбиции, а также обижаются на весь окружающий мир, запираются и создают накопление энергии, которая должна куда-то деваться. Отрываясь от такого человека, именно эта энергия и засоряет пространство. Да, у нас есть типы людей. Типы людей, которые звучат так. Нервные, да? Вот нервные это неплохо. А вот тот, который нервный внутренне, хавайся, потому что это сублиматор вот такой вот энергии. Вокруг него эта энергия начинает отрываться. И именно он создает вот такую цитоплазму. Эктоплазму, наверное, это есть правильное название, эта энергия называется эктоплазма. Он создает эту эктоплазму, и эта эктоплазма постоянно отделяется от него. Если вы постоянно ходите, терпите, постоянно ходите и накапливаете, знайте, вы являетесь источником негативной энергии. И именно вы разрушаете энергию в доме и в семье. Тот, кто обижается, хуже, чем тот, кто ругается. Понятно? Тот, что выругался и забыл. Тут же друг другу по морде дали и забыли, да? А так бывает, что люди начинают обижаться, накапливают энергию, накапливают ее при помощи дыхания, еды, оскорблений, и после этого обиды, и после этого начинают вокруг себя создавать вот такие завихрения. Человек идет, а сзади него шлейф. Я когда-то общался с человеком, который является видящим человеком, как он говорил. Он действительно видит энергию. И он говорит, надо же, есть люди, вокруг которых тянется огромный шлейф энергии. Человек проходит, а сзади него длинный шлейф. Вот когда длинный шлейф тянется, это неплохо. А когда он тянется, отрывается, это плохо. Почему? Это большое количество нервных состояний. Когда человек очень обижается, его энергетический кокон очень увеличивается. Когда кокон увеличивается, давление тоже увеличивается. Или уплотненный кокон тоже увеличивает давление. Помните, я об этом рассказывал в семинаре, который называется «Эзотерическое целительство». Итак, вы теперь понимаете, кто накапливает эту энергию и кто ее создает, да? А почему люди создают энергию и почему они ее накапливают? Почему? Потому что в середине их находятся амбиции. Но вы забываете главный закон, который называется главным законом эзотерики. Это закон бумеранга, который звучит так. Если ты обижаешься на одного человека и терпишь, то находится сто человек, которые обижаются на тебя и терпят. Если ты злишься на одного человека, находится сто человек, которые молчаливо злятся на тебя. Если ты вредничаешь на протяжении дня на одного человека или на себя, находится сто человек, которые будут на тебя злиться и вредничать. Поняли, как это устроено? В свое время, когда я начал давать таксисту сверху деньги, в этот момент мне начали давать сверху деньги, принося подарки всевозможные или еще что-то. Поняли, да? Я об этом когда-то рассказывал на своих семинарах. Не туда ушел. Тем не менее, еще раз хочу сказать, старайтесь управлять своими внутренними энергиями, потому что именно внутренние энергии позволяют полностью избавиться от проблем в вашей жизни. Вы жмот, после этого не жалуйтесь, что у вас нет денег. Почему? А как они могут появляться? Если вы жлобитесь отдавать или рассчитываться с кем-то, то найдется сто человек, которые будут во время расчета с вами жлобиться и не захотят вам ничего давать. Вы не хотите ни с кем жить, почему найдется сто человек, которые не захотят с вами жить? Если вы по-другому как-то относитесь, а как это по-другому? Вы дарите радость, вы начинаете с людьми целоваться, обниматься, стараетесь быть искренним внутренне, стараетесь не создавать вот эти энергии и не терпеть, то тогда мир разворачивается совершенно в другой картинке. Я это убежденно утверждаю, потому что так я сделал свою жизнь просто не прекрасной, а яркой, великолепной. Знаете, мне вот сейчас эзотерика неинтересна. Почему объяснить? Потому что понятие эзотерики, оно выглядит следующим образом. Начинаю контролировать свое сознание и выделяю состояние радости в себе. Серьезно, по отношению к окружающим людям. Раньше я давал 10 рублей сверху, теперь я даю 20 рублей сверху. Почему? Я специально сделал такой эксперимент. Когда я начал давать 20 рублей сверху, то начали давать мне больше здесь. Вы представляете, это какое-то чудо просто. Но у вас выглядит это так. Ой, не отдам, ой, не отдам, ой, ай. После этого с вами рассчитываются и делают так. Ой, не дадим, ой, не дадим, ай. Понимаете, да, как это устроено? Вы создаете то, что сами получаете. Почему? Это правило кармы, которое называется правилом зеркала. Все ты создаешь в середине себя. А именно в этот момент, вот к чему я вас должен подвести. Ребята, когда вы говорите, Господи, спаси меня и сохрани, то тогда что вы создаете? Вы создаете элемент войны, согласитесь. Ведь не было до сих пор никакой войны, правильно? А если вы начинаете искать защиту, то война должна появиться? Ну, конечно, говоря спаси и сохрани, и вы автоматически делаете военные действия. От кого вам нужно защищаться, если мы внутренне должны быть уверены, что нам ничего не угрожает? Правильно, да? В свое время я думал, что нужны обереги какие-то. Ребята, обереги — это то, что наоборот, в жизнь вашу привлечет большое количество неприятностей. Вы представляете, нечего оберегать, потому что эти обереги и есть те магниты, которые эти неприятности в вашу жизнь привлекут. Потому что, когда вы делаете обереги, вы постоянно думаете, что где-то находится опасность, и после этого вам будет полный кирдык. Также, если вы начинаете оберегаться от чего-то, вы себя так подготавливаете к военным действиям, и тогда они произойдут. Тогда кому вы молитесь и говорите, «Господи, спаси меня и сохрани?» От чего спасать? Вам что-то угрожает? Тогда не являются ли эти слова просто элементом привлечения в свою жизнь какой-то негативной энергии? Ну, так отвечаю, как специалист в области НЛП. Да, конечно же, это и является тем, что идейно пришла, Свет. Это и является элементом, который в дальнейшем приведет в вашу жизнь большое количество вот такого негатива. Естественно, поехали дальше, а то основник туда ушел. Итак, второе, гневные духи. Ого, а це що таке? Гневные духи являются неперерожденными духами, которые созданы во время абортов, а также удерживаемые людьми гневные духи. Вы знаете, в какой момент начались войны? Сказать вам, вы готовы это услышать? Нет, говорю вам серьезно. Готовы услышать, когда начались войны? Войны начались в тот момент, когда тех людей, которые начали умирать, начали поминать. И объяснить вам, почему. Существует такое понятие. Между миром живых и миром мертвых существует некая дверь, которая называется дверью времени или кала-чакра. Вы о ней можете где-то почитать. Она и выглядит, как дверца. Открывающаяся дверь, открывающаяся дверь втягивает в себя душу умершего человека, которая выглядит в виде желтого шарика. Она никуда не девается, эта дверь не где-то, она просто возникает в том месте, где умирает этот человек. Эта энергия, она переходит сюда. В тот момент, когда мы удерживаем человека чем? Мы переживаем, помним о нем, страдаем, удерживаем его. Таким образом, кала-чакра остается открытой. В тот момент, когда кала-чакра становится открытой, из нее выпадают души людей, которые уже должны перерождаться. Поняли? И в этот момент, когда души выпадают вот сюда, в этот момент эти души, они появляются здесь, как гневные божества, или как гневные духи. Чем дольше открыто это колесо кала-чакры, или вот эта дверь кала-чакры, тем больше есть духов вот здесь, и тем сильнее люди начинают злиться друг на друга. Понятно? Именно с того момента, когда начали поминать 40 дней, 90 дней, 120, потом 360, то есть вы 360 дней над своей семьей держите кала-чакру открытой. Естественно, у вас после этого будут потери здоровья, внутреннего состояния, а также я говорю это очень серьезно, потому что я начал замечать уже очень давно, что вот когда не поминали, то все было нормально, когда начали поминать, то после этого халам-балам, все болеют, все начинают заболевать, женщины приходят больные совсем, кала-чакра открывается в момент смерти, в этот момент нужно об этом человеке забывать, всем вместе, и в этот момент его проводить и забывать, уже его не трогать. Естественно, люди, которые занимаются всевозможными обрядами, они прекрасно это понимают и прекрасно знают. Вот почему, когда происходят до... Вот поумирали люди, после этого людей этих начинают ждать, воспоминать, мучить, эти люди, они не выходят и не заходят, понимаете, дверь все время открыта, эта дверь открыта, и она связана со всеми, кто это делает, у этого человека происходит разрушение судьбы, большое количество неприятностей, большое количество нефарта в жизни, и это все связано только с тем, что во время того, когда человек умер, начинали о нем снова и снова вспоминать, снова и снова. Свет, скажи, когда мама умерла, не вздыхай, когда мама умерла, ты долгое время вспоминала об этом? 13 лет. 13 лет. После этого жизнь разрушилась? Да. Вот так, солнце мое. Теперь ты понимаешь, почему? Потому что ты не давала энергии правильно работать. Я понимаю, что это кощунственно где-то говорить, потому что это чувственные состояния. Но здесь нельзя, друзья мои, вы таким образом тянете духов. Эти люди должны переродиться. Ребята, и что? Он должен переродиться, это правило, это правило. Человек умерший должен переродиться. Вы его удерживаете, открываете калачакру, отсюда вы энергии высыпаются, и после этого все очень плохо будет. И в вашей семье, и вокруг вашей семьи. Ребята, если вы это вспоминаете, вы открываете калачакру. Любое воспоминание об энергиях заставляет эти энергии приблизиться к вам, они начинают выдвигаться и начинают с той стороны открывать мембрану калачакры. И после этого вы начинаете вспоминать, переживать, ночью не спите. В этот момент просто происходит орошение вот этими духами, детьми, которые еще не родились. Понимаете? И вы делаете очень большое несчастье даже себе и тем людям, которые вокруг вас находятся. Это правило калачакры. Оно существует, его нужно понимать. Чакра времени, она связана с тем, что умерший должен родиться. С чем связана эта карма? Объяснить вам. В одной жизни ты убиваешь, в другой жизни убивают в тебя. Третьей у тебя появляется качество. Ты будешь хотеть, не будешь хотеть, не убивать, не быть убитым. Таким образом устроена карма. В одной жизни ты обманываешь, другой тебя обманывают, в третьей ты понимаешь, что ты не хочешь ни обманывать, ни быть обманутым. В одной жизни ты обижаешь свою женщину, в другой жизни ты мужчина, и тебя обижает твоя женщина, в третьей жизни ты хорошо относишься, ты не хочешь быть ни обиженным, ни еще каким-то. Так происходит просто нарабатывание качеств из жизни в жизнь. Вы представляете, как это все интересно? Конечно же, сколько времени, можно это все проследить. И здесь я обычно говорю такую вещь. А вы знаете, что количество душ, которые живет на территории земли, ограничено. Серьезно. Это количество душ, оно ограничено. Больше, чем может родиться, никогда не родиться. И это выглядит так. Если ты родился, и у тебя после этого не произошла наработка качества, то в следующей жизни ты рождаешься женщиной. А если ты, будучи женщиной, не родила ребенка, то тогда в следующей жизни ты будешь вновь женщиной. Если ты родила ребенка, то в следующей жизни ты будешь мужчиной. А если ты как мужчина не наработал качества, то в следующей жизни будешь женщиной. А если ты наработал качество, то в следующей жизни будешь мужчиной. Понятно? Это вот так устроена кармическая система. Это все называется Кала-чакра или система Кала-чакры, чакры времени. Я обычно говорю такие вещи, которые у обыкновенных людей очень изменяют сознание. Хотите, я вам расскажу? Вы знаете, что самая плотная субстанция, которая существует, эта самая плотная субстанция неизменная, она называется время. Вы представляете? Время неизменно. Мы стареем, а время не изменяется. Вот это элемент времени и является самой основной энергией, которая вообще существует. То есть существеннее, чем время, энергии нет. При этом само время бесконечно. Мозги закипают при этом, да? Итак, пишем. При обор... А, нет, не пишем, а сушим. Естественно, когда женщина выносила плот, ребенок не родился. Помните, как я рассказывал это? Ребенок не родился или ребенок родился мертвым. Ребенок не получает свое тело, он не получает игрушку любви и имени, также у него нет пола, получается. Он тело свое не получает, через 9 месяцев эта энергия выходит у женщины и начинает постоянно находиться рядом с ее телом, пробивая ее энергококон на уровне ее нижней чакры. После этого, когда второй ребенок так появляется, эта энергия поднимается выше и немножко отходит от нее. Когда еще один ребенок абортный появляется, тогда эта энергия выше выходит, а более старый аборт, он выходит более в дальнем... ну, немножко дальше и немножко выше. Так после первых абортов, там двух, могут появляться проблемы мочеполовой системы. А вот после там 13-15 конкретные проблемы с мозгами. Понятно? Поэтому духов вот этих, которые являются послеабортными духами, их нужно переводить. Как это сделать, я тоже вам сегодня объясню. Дальше. Какие мы будем совершать обряды? На совместные отношения. Это называется семейный очаг. Потому что мужчина и женщина — это тоже часть энергии. Дальше. Мы будем совершать обряды на женитьбу и замужество. Это сексуальная энергия. Дальше. На материальное благополучие. Это энергия денег. Согласны? То есть мы сейчас переписываем эти энергии, которые управляют миром. Дальше. Шестое. Узлы неприятностей. Все неприятности, которые создаются в доме, а также вне дома. Это узлы неприятностей. Итак. Цель любого ритуала заключается в трех вещах. Давайте мы запишем. Первое. Создать образ мысленно или в виде любого фетиша. Создать образ мысленно или в виде любого фетиша. Я потом объясню. Ну, фетиш — это когда самого предмета нет, а вы его придумали и создали мысленно. Поняли? То есть мне нужен человек, но я же не могу создать здесь человека или посадить перед собой. Мне нужен какой-то предмет, который бы удерживал мою мысль на этом человеке. Нужен? То есть что я должен сделать? Куколку тогда для этого человека или взять его фотографию? А фотография — это не человек? Нет. Ну, я представляю, смотрю фотографии, представляю человека. Это является понятием, которое называется фетиш. Поняли? Ну, как есть, так и говорю. А? А? Фантом — это фетиш, на самом деле. Второе. Умилость ли ведь образ? Путем преподношения этому образу мысленно или в виде тоже фетиша? Умилость ли ведь образ путем преподношения этому образу мысленно? Я все потом расскажу. Сейчас, пока пишем. Или же путем определенного образа заставить энергии в теле начать двигаться. Давайте уже начнем с обрядов, а то мы никогда не начнем. Итак, первое пишем. Преподношение голодным духом. А третье правило называется провести обряд. Итак, мои самые любимые обряды, которые называются преподношение к голодным духам. Существует традиция, при помощи которой можно смело и быстро изменить себе судьбу. В лучшую, естественно, сторону. Почему? Выполняя такой очень несложный обряд, можно полностью сделать себя счастливым человеком. Мгновенно причем. Почему? В Тибете считается, считается только в двух направлениях. Одно называется бон-по, а другое называется каг-ю, это направление. Считается, что человек является носителем плохой судьбы и считается, что во всех его проблемах виноваты голодные духи или гневные духи. И этих духов разделяют на пять классов. Давайте мы теперь запишем пять классов этих духов. Хорошо? Только это будет отличаться от тибетского мистицизма, это будет для вас просто сказано так, как я это понимаю, как европеец. Договорились? А также будут убраны эти там религиозные элементы, а оставим только то, что называется настоящей энергии или работе с настоящими энергиями. Итак, пишем, голодные духи или классы вот этих гневных духов. Итак, первый класс. Это наши негативные мысли или мысли человека, которому мы делаем обряд. Сразу же ставим тире. Для этих духов, для этих духов существует зона номер пять. Пишем, я потом объясню. зона номер пять. Второе, пишите. Зона номер пять. Делаем обряд. Игорь, что с тобой? Это наши негативные мысли и негативные мысли людей, для которых мы делаем этот обряд. Для этих духов существует место, оно называется зоной номер пять. Пиши. Дальше. Второе. Болезни физического тела. Нашего или тела человека. Для этих духов существует другая зона. Зона номер четыре. Дальше. Третье. Нервные состояния, которые есть в семье, где вы живете или в месте, где живете. Это зона номер три. Дальше. Это безумно плохие, нехорошие привычки, которые раздражают вас и окружающих, которые являются тоже классом гневных или голодных духов. Это зона номер два. Итак, пять. Это неприятности, которые есть во внешнем мире. Зона номер один. Зона номер один. И так, для проведения ритуала этого обычно создают алтарь. И что же это такое алтарь? Алтарь – это обыкновенная тарелочка. на которой необходимо зажечь просто свечечку. И так пишем. Ложим красивую скатерть или лист белой бумаги. на него ложим тарелочку. на него ложим, на эту тарелочку или вокруг тарелочки. Лучше в тарелочку ложим. Кусочек какой-нибудь еды. Желательно, чтобы это были. Я вам сейчас объясню. Это должны быть плоды деревьев, если это материальное благополучие или обряды с материальным благополучием. А также чашечка с водичкой, если это обряды, связанные со здоровьем. Пишем. Воды, если это обряды, связанные со здоровьем. Материальное благополучие. Клубни вареные или жареные. Кусочек свеклы. Дальше. Третье. Плоды деревьев обязательно. Если это обряды, связанные с материалом, с материальным благополучием. Яблочки, там, любые плоды. Вот смотрите, ананас является овощем. Правильно? Он растет в земле, как бурячок. Поэтому этот ананас, это является тем, что будет создаваться для материального благополучия. А вот если это уже яблочки, то это для чувственного благополучия. Что такое чувственное? Это семейное отношение. Я немножко неправильно там вам сказал. Итак, давайте повторим. Итак, для обрядов со здоровьем водичка, для обрядов с материальным благополучием клубни, для обрядов с чувственными элементами создаются, берутся обязательно плоды с деревьев, для обрядов, которые созданы сознанием и гневными духами, берутся цветочки, а также ароматические масла. Также я рекомендую уложить благовония. Люди, которые ко мне приходят сюда и садятся, эти люди автоматически попадают, знаете куда? Они попадают ко мне в алтарь. Поняли? Почему? Потому что все компоненты, которые мне нужны для того, чтобы нормально работать с человеком, имеются здесь на столе, в столе или еще где-то. Таким образом, здесь обычно у меня лежит где-то ароматическое масло, лежит благовоние, лежит там что-то в тарелочке. Я часто ставлю рядом с собой какие-то там фрукты или даже какую-то еду, понимаете? Почему я это делаю? Я, если вы видели, делаю это либо в чашку ложу, либо на тарелочке, да? Делаю так, чтобы это было красиво, а также зажигаю какую-то палочку. Почему? Это автоматически включает у человека элемент выздоровления. Правильно подготовленный алтарь позволяет человеку прямо мгновенно привести его в состояние здоровья. Если правильно это выполнять. Представляете? Так бабулечки ко мне садятся вот сюда, и после этого эти бабулечки уходят уже более-менее здоровыми. Почему? Потому что само прикосновение к алтарю помогает человеку уже быть где-то здоровым. Понятно? Итак, дальше. Перед алтарем кладем свою фигурку, сделанную из бумаги, или же свою фотографию. Перед алтарем ложим, конечно же, ложим свою фотографию или фотографию того человека, с которым нам придется работать. Итак, у нас получилась тарелочка. Получилась тарелочка. На ней лежат преподношения из чашечки с водой. А, как их нужно ложить? Я вам сейчас расскажу. Сначала должна лежать чашечка с водой, потом чашечка с... Смотрите, с левой стороны в правую сторону должно лежать от меня равномерно. Чашечка с водой, чашечка с клубнями, чашечка с фруктами, после этого цветочки, ароматические масла, и в самом конце благовония с правой стороны. Понятно? Вот так, по кругу. Смотрите, здесь чашечка с водой с левой стороны. Вот здесь дальше идет у меня чашечка с клубнями, картошечкой. Также можно в этом месте ложить масло сливочное. Очень рекомендую. Здесь у меня лежит... Здесь у меня по центру лежит чашечка с любым... Или там тарелочка с фруктами и ягодами. Уже с правой стороны от меня должно лежать... Или на тарелочке с правой стороны, по правую руку должны лежать чашечка с цветочками. Или с ароматическими маслами, вылитыми причем. И уже в самом конце, с правой стороны от меня, должна лежать ароматическая палочка. На тарелочке должна гореть свечечка. Ой! На каждой тарелочке? На одной тарелочке, зайчики. На одной тарелочке можно положить по кусочку прямо. По кусочку. То есть я даже не на тарелочке ложу, а просто, да, да можно в ряд положить. Просто слева направо перед вами будут лежать вот эти штучки. Я сейчас объясню, что это такое. По кругу, да. Дальше рисуем указательным пальцем. Первый круг не менее своего роста. Это наша пятая зона. Поняли? Рисуем вот так вот вокруг алтаря. Первый круг, это наша пятая зона. Давайте я сейчас зону эти нарисую, да. Вот мой алтарь, да. Итак, первая зона расстояния метр восемьдесят. После этого я рисую вторую зону, третью зону, четвертую и пятую. Давайте я вам сразу же объясню, как с этим ваджром работать. Когда у вас ваджр стоит перед вашим телом и он лежит вот так, это говорит о том, что энергии в вас не заходят никакие, но выходят все. Поняли? Если этот ваджр стоит к вашему телу вот так повернутым, в вас энергии в большом количестве входят усиливаясь и из вас в большом количестве выходят. Если вот так он стоит, то тогда мечты сбываются. Поняли? Поэтому во время обряда, когда вы начинаете делать обряд, ложите ваджр рядом с собой, особенно все же касается пяти классов гневных духов, ложите так, чтобы он лежал просто перед вами на тарелочке, вот по направлению к вам следующим образом. Поняли? Вот так. Особенно хорошо, если он лежит на уровне вашего животика, вот здесь. Или на уровне печени. Его обычно и берут в правую руку. Или ложим напротив пупка. Естественно, если у вас создан алтарь, вы его обвели первый круг, второй круг, третий круг, четвертый, пятый круг, вы в это время садитесь, в ваш алтарь и в ваши эти круги уже никто не должен заходить. Конец. Поняли? Не собаки, никакого телефона с собой. Одежда должна быть чистая. Вы должны быть предварительно покупанными. Это работа с энергиями. Если вы заходите, и у вас здесь переживания, хана вам. Если еще рядом вот этот предмет, вы просто себя уничтожаете. Ребята, говорю это серьезно. Если вы зашли, и вас колбасит и трусит, и вы поставите вот так в аджу, завтра будет полное ваше разрушение. Поймите это. Это очень важно понять просто. Если у вас дурное состояние сознания, также вы очень сильно переживаете за что-то. Вообще в алтарь не входите и не берите с собой вот этот предмет. Потому что вы себя можете так покалечить. Ваша жизнь может вас покалечить конкретно. Почему? Ой, у меня нет денег, у меня нет денег, у меня нет денег, у меня нет денег. Вы заходите в алтарь, после этого их вообще не будет. Почему? Вы страдаете по поводу того, что нет денег, их надо у вас забрать, чтобы их вообще не было, чтобы страдания закончились. Правильно? Поэтому туда заходите так. Здесь я еще колбашусь, да, после этого. Все, здесь я не колбашусь. Сюда я захожу, и здесь я ровный, как луна, отраженная от поверхности воды. Вот. Если шапочку одеть, то это то же самое, что поднять вот так вверх. Ой. Это то же самое, что поднять вот так вверх в аджу. Понимаешь? Тогда энергия отсюда выходит гораздо сильнее. А это не всегда хорошо. Дайте салфетку. Это не всегда хорошо. Он может лежать где угодно. Если ваш ваджер лежит посредине вашей квартиры и лежит вот таким образом, он защищает вашу квартиру. Я вам объясню. Можно взять ваджер, взять его, этот ваджер, в левую руку, как я вам покажу, и после этого сделать следующее движение, поворачиваясь в каждую сторону своей квартиры, поднимать правую руку вот так. Видите? Если я держу ваджер и поворачиваюсь в каждую сторону квартиры и держу вот таким образом, сзади не уписался, это сел на мокрое, вот, и поднимаю вот так вот свою руку, этим самым я очень сильно защищаю свою квартиру от всего вообще, что может на меня повлиять. То есть нападения не будет никогда, люди, которые находятся в соседних комнатах, никогда не смогут, эта энергия не сможет проникнуть в мою энергию. Таким образом происходит абсолютное запечатывание пространства вокруг меня. Можно, естественно, и так сделать, и так сделать. В левой держу ваджер вот таким образом, а правой поднимаю руку вот таким образом. Видите? Таким образом происходит абсолютное и быстрое запечатывание энергии, которое находится в доме. Если вы сидите вот так... А это значит, по полной действия? Да, она долго действует. Это вот как мы ом-ахум-ха-хохри делаем. Это то же самое. Просто я это не даю, я вам объясню почему. Не у всех есть возможность это приобрести. Оно же не везде продается. Ну вот то же самое, что вы делаете ом-ахум-ха-хохри, это делать, ну пока кто-то что-то не украдет в квартире. Будет стоять. Таким образом вы можете просто это поставить, и оно будет у вас храниться. Или будет у вас работать. После этого такой ваджер на салфетку положили в любое место, в любом направлении, где он находится, этот ваджер, а он находится во всех направлениях, проникновение негативной энергии в вашу квартиру невозможно. Понятно? Создали ваджер, или там купили ваджер, после этого его поставили, поповорачивались, можно попроизносить ом-ахум-ха-хохри, как его держать, еще раз покажу. Перед собой держим, после этого поднимаем правую руку вверх, просто и все. Повернулись во все стороны, таким образом происходит абсолютное запечатывание вашего пространства. Так легче, чем ом-ахум-ха-хохри. Очищение не происходит. То есть то, что есть, то и будет. Итак, рисуем указательным пальцем, первое, рисуем вокруг себя, круг не менее своего роста. Первое, что делаем, капаем, правой рукой, правой рукой. То есть мы рисуем, мы рисуем самое первое, рисуем большой круг вот этот, поняли? Мы рисуем первую зону. Представляем при этом, будто там мы находимся на арене цирка, а там, где находится пятая зона, стоят стульчики. Пятая зона, это метр восемьдесят от моего роста. Я обвел пальчиком, это является моей пятой зоной, поняли? В этот момент я на алтарь, не на свечу, капаю, или вот так вот вокруг себя, беру ароматические масла, где-то они у меня были, ну грубо, беру вот ароматические масла и делаю так. Вот мой алтарь, я перед ним сижу. Я нарисовал первую зону свою, да? Первую зону свою нарисовал. После этого я привлекаю первую энергию. Я капаю ароматическое масло. Оно лежит с правой стороны. То есть я брызгаю во всех направлениях вот этим маслом, видите? То есть я сделал так. И говорю, гневные духи первого класса, призываю вас. И какие же это гневные духи первого класса? Давайте теперь вспомним. Наши дурные мысли. и дурные мысли тех людей, которые вокруг нас находятся. Согласны с этим? А? Да, призываю. Гневные духи первого класса, призываю вас. И вот так вот капаем вот таким маслом. Какое масло? Самое лучшее масло, которое работает вот с человеком, если он правильно работает, это масло пачули. Потому что считается, что негативные мысли притягиваются к маслу пачули. Почему? Оно хуже всех пахнет. Уже более вонючее, чем пачули. Не существует ничего. Поэтому если человек злой, существует даже такой момент, когда человек злой, ему дают масло вонючее, и после этого он успокаивается. Почему? Оно его успокаивает. Говорит, что это тут так воняет? О, слава богу, теперь из тебя энергия выходит уже. Ура. Поэтому до этого сдерживалось. Произносим. Я призываю первый класс голодных духов. Смотрим на фотографию, произносим свое имя или имя человека этого. И представляем... А, записали? Записали? Представляем, будто из нашей головы вылетают через темечко темные, синие, зеленые облачка. И представляем, что они становятся двигающимися шариками или темными людьми, которые садятся в зоне номер 5. Помните? Да? Когда они уселись в зоне номер 5, обведите их пальцем тоже. Поняли? Еще. Ну, можно сразу людьми представлять. Смотри, я возле алтаря обвел пальцем. Говорю, призываю гневных духов моего сознания. Представил, будто здесь эти духи находятся. Они нервные, они сидят вот так вот, чухаются. Я обычно так представляю. После этого, когда я их приставил вокруг себя, я их обвел тоже пальцем. я создаю вторую трибуну. Поняли? Понятно с этим, да? Даже вот когда я представляю, я представляю прямо амфитеатр, большая арена, на ней много-много этих рядов. Самые большие духи, это самые дальние, потому что все болезни происходят из нашего сознания. Поняли? Они обычно самые большие и самые незначительные. Это духи, которые связаны как раз с теми неприятностями, которые есть в нашей жизни и вокруг нас находящиеся. А знаете почему? Потому что часть из этих неприятностей очень часто просто являются нашими надуманными неприятностями, которыми они так, ну, такими не являются. Меня пол, я не знаю, года два мучило, года два мучил очень сильно долг. То есть я страдал, меня это мучило, я никак не мог там как-то это все дело решить. После этого я нашел этого человека и говорю, я уже наконец-то созрел и хочу тебе отдать. Он говорит, послушай, я уже давно забыл. Да вообще расслабься, что ты паришься, ты мой друг. Я говорю, надо же, меня два года мучило и по часу я не спал там, не досыпал, переживал. То есть это было отчасти надуманным, вы представляете? Но самые страшные, это как раз наши мысли, это первые вот эти, самые большие духи. Вот эти, которые связаны с мыслями, которые вы призываете первыми, их нужно представлять большими. Или на больших табуретах. После этого я обвожу пальчиком гневных духов, я призвал. Это духи моего сознания, или первый класс, духи моего сознания. Снова тем же маслом. А, написали, что их нужно обвести, да? После этого приставляем вторую зону и говорим, призываю духов в болезни моего тела. Ставим их в зоне 4. Дальше. Капаем еще раз. И говорим, произносит, призываю духов неприятностей в моей семье. Можно в этот момент представлять картинки ваших неприятностей, как будто из этих картинок формируются вот такие чудовища. Или люди, или какие-то события. Поняли? Но это все формируется в жменю людей. Их садим в зоне номер 3. Обводим после этого. Дальше. Капаем и произносим. Я призываю духов неприятностей в виде моих плохих привычек. Можно сюда же всунуть комплексы, депрессивные состояния, дуризм этот весь. Моих неприятностей в виде моих плохих привычек. В виде духов моих плохих привычек. Ну, естественно, если вы это делаете для человека, то вы можете говорить духов плохих привычек этого человека. а его фотографию вставить на алтаре не в тарелочку, а за тарелочкой. Поняли? Вам что-нибудь понятно вообще? Да? Не сильно страшно. Дальше. Шестое. Капаем и произносим. Призываю духов неприятностей и гадостей, которые хотят и желают мне люди на улице. Их приставляем карликами и они сидят перед вами сразу же. То есть это зона номер один. Правильно? После этого представляем себя очень маленьким ребенком. Это очень важно. Почему? Маленькие дети это дети без амбиций. То есть дети, которые не болеют амбициями. Да, эту зону мы тоже обводим. После этого представляем себя маленьким-маленьким ребенком, который находится в мыльном пузыре. после этого самое любимое, что есть. А, я забыл сказать. Когда духи привлечены, в этот момент ни в коем случае не должно быть животное в квартире. Ничего не должно вас отвлекать. в этот момент вы не можете выйти уже из этого кольца. Нельзя. Не выходите. Попросите всех, чтобы не заходили. Нельзя. Потому что происходит яркое обострение. Серьезно. Такое, знаете, стоит ведро с водой, в котором находятся какие-то очень большие гадости. Там фекалии какие-то, залитые водой. И они на протяжении всего года лежат и они не воняют. Потому что они покрыты корочкой уже. Все хорошо. Так вот, если кто-то зайдет, сунет туда палку и поколотит, то тогда оно так начинает вонять, что текай. Так вот, считайте, что вы это все достали, ведро перед собой поставили, а когда вы выйдете, вы это ведро расколотите. То есть, у вас мгновенно происходят дурные состояния. Даже не могу объяснить. Ощущение, что и силы покинули, все начинают раздражать, все начинают обижаться, неприятности по службе, по работе и прочее. Поняли? Это такой обряд, когда никто не должен мешать вообще. Обряд такой вообще лучше всего проводить в вечернее время, не в ночное. Ну так, пять часов, четыре часа вечера, там, восемь часов вечера. Но можно его делать и ночью, в этом ничего страшного нет. Ребята, это полная ерунда, когда люди говорят, что там луна влияет или еще что-то влияет. Нет, ничего не влияет. Во всем виновата наше сознание. Просто у него есть активная фаза, а есть пассивная фаза. У женщин активная фаза это вечернее время, поэтому для женщин лучше проводить обряды больше вечером. А для мужчин активная фаза это утреннее время, тогда мы более сосредоточены. Понимаете? Так получается, для женщины более лучшая фаза активная, это ночное время или вечернее, а для мужчин лучше утром. Если вы хотите, чтобы ваша женщина была сосредоточена на хороших чувствах, то делайте с ней шпильвили, как говорили в каком-то там анекдоте, утром. Потому что вечером она об этом думать не сможет, бедненькая. Почему? И так мыслей хватает. Еще об этом думать никогда. Ладно, извините. Итак, начинаем. Представляем, будто перед нами находится вот такое большое количество вот этих энергий, духов. Теперь мы понимаем, что духи, как бы духи, но не духи. Почему? Это является нашими вот этими негативными неприятностями. Мы просто взяли вот эти все элементы негативов, болезней, страданий и из этого всего сформировали вот такие пучки энергии. Поняли, да, что мы сделали? Мы просто привлекли эти пучки энергии и сделали их более такими плотными и создали из них оболочки. Поняли? Теперь мы должны при помощи своего сознания это трансформировать. Итак, как же это делается? Говорим. Огромное спасибо, что вы явились мне. В этот момент мы представляем... А, откупаю... Говорим, откупаю себя или имя человека у вас. Откупаю. А? Да, мы представляем себя маленьким ребенком. И говорим, спасибо вам, что вы появились ко мне. Если правильно это делать, то даже произносится вот такая речь. Приблизительно она звучит так. Спасибо вам, классы духов. Класса номер пять, номера четыре, номер три. И после этого говорится, я хочу вас умилостивить и откупить себя у вас. Потому что так тяжело с вами жить. Хочу откупиться уже наконец-то к концу. В этот момент у вас уже горит там свечечка ароматическая. Это обыкновенная свечечка восковая. Я вообще не рекомендую использовать восковую свечу. Рекомендую использовать вот такую свечечку. Видите? Вот такую. Да, таблеточку. Это очень удобно. Представляем, что... В этот момент мы представляем, будто свечка эта горит, но мы в этом месте представляем огромный огонь. Огромный. И берем и делаем так. Берем ароматическое масло. Берем ароматическое масло. И вот так вот капаем сверху на свечку. И представляем, будто мы много-много ароматов создаем и духи пятого класса умилостивливаются. То есть мы должны всех насытить. Давайте я вам расскажу, как это делается. Вот у нас появилась здесь водичка. Здесь у нас лежат клубни. Здесь лежит у нас там еще что-то. Можно положить маленькую ложечку, а можно это делать, как я, рукой. То есть это мы делаем вот так вот. Ароматические палочки. Мы ее вот немножко измельчили и сверху посыпали на свечку. Представляю, будто это мы сделали в большом костре. После этого ароматическое масло. То есть я это делаю справа в левую сторону. Чем я это должен все закончить? Взять небольшое количество водички и сверху капнуть. Поняли? Не сильно сложно. Я представляю, будто здесь горит огонь. Огромный огонь. Я стою рядом с огнем. Я беру масло, но при этом представляю, будто я капаю вот это масло или ароматическое палочку, не зажигаю, а сыплю ее на свечу. И представляю, будто огромное количество благовоний туда в огонь идет. Понимаете? То есть я представляю, что духи эти начинают поедать эти благовония, но они не питаются благовониями, а питаются дымом, который из этого всего происходит. Поняли? Почему? Дух бестелесный, он не может съесть ничего. Поняли? Поэтому это особенность такая. Он может питаться только вот этой энергии, которая происходит после того, когда сжигается сам предмет. Поняли? Дымом своего рода. Таким образом, я представляю, будто я сыплю ароматической палочке вот это внутреннее составляющее, но при этом представляю, будто в огонь я бросаю очень много ароматических трав, они дымятся. После этого капаю вот так вот сверху, масло на свечку, но представляю, будто у меня очень-очень много дыма из костра выходит, потому что там это дым смешивается. После этого я беру, беру цветочек, бросаю, после этого я беру и там сыплю небольшое количество ягодок, ягоду какую-нибудь, при этом что-то представляю. Оно не должно даже на свечу попадать, оно может рядом падать. Понимаете? Это обряд, оно делается в виде обряда. После этого точно так же с клубнями делаю, в конце делаю точно так же с водичкой. Есть разница какая палочка? Нету разницы. Светлую нужно использовать, есть разница. Нету разницы, но она есть, да. Светлую лучше палочку использовать. В этом всем месте мы ароматическую палочку не зажигаем. Поняли? У нас горит просто свечка. Мы делаем преподношение духом. Медленно представляем, что в каждом секторе они становятся добрыми. Начинают улыбаться. И здесь самое страшное. Когда они уже сытые, мы говорим, примите от меня жертвоприношение в виде меня. Или если там человек, или в виде этого человека. И представляем, будто наше тело входит в этот огонь. Поняли? И начинает сгорать. Сгорает мясо, вытекают кишки. Ужас какой. Сгорают косточки, они обугливаются и рассыпаются в пыль. Из-за этого, как всегда, выделяется много дыма. Когда ваше тело сгорело, вы должны запалить ароматическую палочку. дай мне одну палочку. Смотрите, один килограмм вот таких палочек стоит сколько? 20 рублей, да? Меньше он стоит там. Один килограмм вот таких палочек стоит 8 гривен. Согласны? Да? А? Килограмм. Соломка, да. Это соломка. Смотрите, вот эти палочки можно вот так вот измельчить и сделать такими короткими. После этого до половины вмакнуть в обыкновенный в обыкновенный шоколад. После этого по 40 штук запаковать или по 100 граммов и продать по 20 гривен. Не, серьезно. Знаете, как много людей будут покупать такие палочки? Я буду первым. Потому что я очень люблю соленые палочки, на которых сверху намазан шоколад. Серьезно говорю. Видите, вот к чему не прикоснись в этой стране, со всего можно зарабатывать деньги. Я не могу понять, как люди умудряются их не зарабатывать. У меня аж иногда это аж улыбает. Вот я ей-богу говорю. Все. Духов много. Сейчас всех проведем. Итак, в самом конце мы зажигаем ароматическую палочку или несколько ароматических палочек. И духи сытые делаю так. и расходятся. Или исчезают. Или смешиваются с дымом и исчезают. Да. Они дым чувствуют и после этого нас не мучают. чем этот обряд интересный? Ребята, это возможность. Вот вы первый, второй, третий, десятый, пятнадцатый раз сделаете вот такой обряд и вы поймете, что такое энергии. Я говорю это серьезно. Для того, чтобы понять по-настоящему, что такое энергия денег, энергия где-то успокоенных мыслей, энергия где-то внутреннего ощущения спокойствия, а также энергия здорового физического тела, а также хорошая семья. Для того, чтобы это все понять в комплексе или почувствовать, очень рекомендую несколько раз, там, 10 раз, 15 раз провести вот такой обряд. Как часто его можно делать? Так, когда хотите вообще. Считается один из самых скрытых обрядов, которые существуют на Земле. На нем, вот на этом обряде основаны абсолютно все системы тибетского мистицизма. Все. То есть, я вам сейчас дал основные тибетские обряды, вот, или основной тибетский обряд. на этом можно было бы разойтись по домам, но не тут-то было. Переходим ко второму обряду. Он называется ритуал проведения ребеночка после аборта. Вы спросите у меня, куда переводить ребеночка? Ну, естественно, мы должны провести ребеночка на перерождение. Здесь все ученики школы Кайлас, да? Есть не ученики? Если есть, если все ученики, если все ученики, тогда я дам ничего страшного. Я дам тогда мантру открытия колеса кала-чакры, хорошо? Чтобы вы просто понимали. Итак, это не страшно. Итак, этот дух не является голодным, поэтому, если его просто умилостливить, как в предыдущем обряде, он обязательно становится активным вновь. Поняли? этого духа нужно переродить. Скажу вам так, женщина для себя провести такой обряд не может. То есть, для этого нужно сделать так, чтобы вы можете сделать этот обряд кому угодно. Ваш дух, он от вас не отползет, пока этого не сделает кто-то, потому что сам себе ты такой обряд не можешь провести, даже если захочешь. У нас была такая ситуация, это было в Одессе, да, Света? В Одессе была женщина, которая сидела и смотрела, как мы делаем этот, как я делаю этот обряд. После этого женщина сидела и после этого эта женщина ушла. Ну и после этого вечером там вместе там кушали, были в ресторане. Я ничего не могу понять, но у меня сумасшедшее раздражение по отношению к этой женщине. Ко всем нормальное состояние по отношению к этой женщине сумасшедшее раздражение. Ощущение, что я ее хочу задушить. А знаете почему? Потому что я взял ее гневного духа, он во мне. Если дух проведен, ты чувствуешь себя великолепно и спокойно. Если ты этого духа натянул, то тогда ко всем женщинам нормальное отношение, смотришь на эту женщину, хана, ненавидишь ее, готов задушить. Но такие духи очень часто входят в мужчин. Вы представляете, они входят в мужчин, если мужчина переспался. У меня когда-то было еще и с кошкой такое, сейчас объясню. Кошка болела, после этого я решил понять, чем же болеет кошка и что она ощущает. После этого к ней подключился, там на какой-то ступени рассказываю, как это сделать. После этого я жутко начал ненавидеть тещу, с которой я жил. Почему? Кошка все время думала, что она ее ненавидит, понимаете? То есть, меня начало бесить, как она пахнет, как она выглядит, как она ходит, что она готовит. И появилось жуткое желание взять кошачью тарелку и разбить. Это вот у кошки такое состояние было, представляете? Я был в шоке, я не мог поверить. То есть, у кошки было такое состояние, разбей тарелку. Ей так не нравилось есть из этой тарелки, это капец вообще. Ладно. Человек, дальше записываем. Считается, что в момент, когда человек умирает, в небе открывается чакра времени. Она по-другому называется кала-чакра. Кала-время-чакра. В этот момент душа влетает в нее и ждет своего появления на свет. Гора Кайлас с ее вершиной или пиком является местом открытия кала-чакры. То есть, самая большая самая большая кала-чакра находится на греке Кайлас. Тот человек, который меня в свое время обучал эзотерике, его звали Патрул Далкар. Этот человек был носителем знаний, которое называлось кала-чакра-йога. Этот человек был как раз последователем направления, которое называлось работа со временем. Он объяснял, каким образом можно с ним работать, что это такое, и это было его знаниями, которые он старался передать в свое время мне. Именно поэтому прообразом нашей школы стала гора Кайлас. А тот треугольник, который вы видите здесь, является всего лишь горой Кайлас. А глаз, который там виден, для красоты. Его надо убрать, потому что меня замахали уже. А из горы, из треугольника сделать какую-то гору. Что обозначает вот этих семь лучиков, вы, наверное, тоже знаете. Кто проходил эзотерическое целительство, я там объяснял. Отдающие чакры, где они находятся. Итак, первая, третья, пятая, седьмая, а с обратной стороны на уровне шестой, четвертой и второй отдающие энергии. Таким образом, если сбоку на человека смотреть, то элемент полной реализации является золотая звезда, у которой есть семь концов. Это является полной реализацией человека на протяжении его жизни. А символ вот этого треугольника является символом кала-чакры. Таким образом, сама гора является достижением всех богов, а проявление кала-чакры на этой горе действительно так и есть. Я вам говорю это серьезно. На этой горе появляется энергия, которая забирает души большого количества людей. Почему? А это видно. Именно поэтому с одной стороны горы существует крест, который раскручивает энергию по принципу кто вторую ступень и третью проходил, там рассказывает. Свастика, да. А с другой стороны по принципу раскручиваясь так, чтобы благословлять. Это является самой большой кала-чакрой, которая существует в мире. И эта вот большая кала-чакра является вот этой вот горой. В свое время души настолько не хотели перерождаться, что были созданы вот такие кала-чакры в разных концах мира. Поняли? И они специально были созданы с целью сделать так, чтобы местность, где находятся эти души, а люди помнят о тех... Почему? Когда люди были сначала дикарями, а им было все равно, умирают рядом с ними люди или не умирают. Понимаете? Все равно. А потом с появлением чувственности люди привязывались. Им начинали нравиться те люди, которые с ними живут. Они начинали к ним привыкать. У них появлялось желание их гладить, любить, заботиться. В этот момент, когда они начали умирать, начало происходить вот что. Люди не могли забыть, когда человек умирает. И у них появлялись воспоминания об этом человеке. И это мешало этим людям перерождаться. И после этого начали появляться вот такие засоренные пространства, где люди становились злобными и одержимыми. Так начали появляться первые... Так начали появляться первые заболевания, а также первые войны, а также первые стычки. До этого люди между собой не воевали. Почему? Ну, кто-то умер, вынесли на улицу, животные доели, и все. Понимаете? После этого начали обращать внимание, что когда начали строить пирамиду, то в местах, где существовала такая пирамида, все успокаивались. Почему? Пирамиды с четырьмя гранями являются как раз прообразом этой энергии калачакры, которая действует в четырех направлениях. А верхняя часть пирамиды является элементом, при котором энергия фокусируется, энергия земли и образовывается вот такая дверца. Поняли? Таким образом, вот построением такой пирамиды очищали пространство, и люди становились более добрее. Вот. Ну, тем не менее, это... А! Самая большая пирамида была создана как раз в Тибете, и это является горой Кайлас. Почему я это говорю? Потому что, когда я был рядом с Кайласом, а я там был, друзья мои, я обратил внимание вот на что. У меня была кирка, и я ударил киркой просто по куску бетона, как мне показалось, потому что это очень похоже на бетон. Вот что произошло. Отпало кусок штукатурки. Почему? Я утверждаю, что вся гора Кайлас сверху поштукатурена. Почему? Не знаю. Кто ее штукатурил? Не знаю. Но она поштукатурена сверху. Она поштукатурена суспензией какой-то, которая имеет конкретно двухсантиметровую толщину. И это сто процентов люди сделали. Это что называется гора. Было построено людьми. Как построено, об этом когда-нибудь расскажу. Сейчас нам это не нужно. Итак, в данной практике я все помню. В данной практике необходимо говорить следующие слова, открывающие чакру, эту, хала-чакру. Запишем, да. Ом-хум-дза мала-дзара суха-дза. Ом-хум-дза мала-дзара суха-дза. Это мантра, которая открывает кала-чакру на время, когда вы заводите этого ребеночка туда. Просто так читать эту мантру нельзя. Поняли? Нельзя. Потому что каждый раз, когда произносится эта мантра, люди становятся вреднее в этом мире. Мала-дзара суха-дза. Я вам скажу так. Если вы не можете забеременеть, в момент каждого вашего отношения произносите тихонечко про себя эту мантру. Почему? Дело в том, что произнесение этой мантры после того, когда происходит там или во время в Порше или во время вы произносите эту мантру, то это даст возможность открытия кала-чакры и дать вам ребеночка. Поняли? Просто другой стороной мембрамы. Серьезно. Поэтому эта мантра, она помимо всего прочего еще и мантра, которая может оплодотворить кого-то. Ее вот как раз эту мантру и читают. Если женщина не может забеременеть, то ее читают как мантру оплодотворяющую эту женщину. Он хум дзам маладзара суха. Итак, для проведения этого обряда нам необходимы следующие вещи. Итак, давайте их запишем. Для алтаря одна фотография человека, для которого мы проводим обряд. Одна фотография человека, для которого мы проводим обряд. Дальше два флакона рома масла пачули или чайного дерева. Она тоже вонючая. Знаете, почему я заменил и начал чайное дерево? Говорит людям, чтобы они покупали масло чайного дерева. Дело в том, что жалко стало денег. Я понял, что масло пачули очень дорогое. Знаете, думаю, зачем такое дорогое покупать? Давайте дешевле будем просто чайного дерева. Дальше третья ароматическая палочка. Дальше для общего обряда на одного ребеночка одна пеленочка, одна погремушечка и одна конфетка. для общего обряда на одного ребёночка. Одна пелёночка, одна погремусечка, одна конфетка. Я объясню вам, зачем мне это даю. Дело в том, что обычно ребята начинают заниматься эзотерическим целительством. Я всегда говорю, проводите вот этот обряд для женщин. Потому что практически всегда после этого обряда у женщин пропадают гинекологические заболевания. Практически всегда. Онкогинекологические пропадают как раз после этого обряда. ну во всяком случае очень часто пропадает к ним становятся лучшие отношения поэтому я это использую в эзотерическом целительстве даже с россией видите передают вот коробку передали с пеленками со всеми у меня были девочки такие где было по 60 по 30 штук боже мой из тебя когда-то доставали вообще из тебя когда-то доставали вообще пробовали делать так чтобы доставать и так для проведения обряда на алтарь выкладываем одну пеленочку слева погремушечку не в клеенке раскрываем погремушечку должна быть новая и пеленкой погремушечка а справа конфетку которую предварительно открываем и не хотим съесть почему это не ваша конфетка раз отдали ребеночку конфетку и и после этого есть нельзя иначе если вы заберете себе погремушку и начнете есть конфетку этот дух может вернуться его может очень нервировать как это вы забрали его конфетку любимую первую последнюю жизни представляете как это травмирует эту энергию я когда-то не поверил и откусил потом пожалел дело в том что эта конфетка особенно самое большое кощунство это ложить конфету джек я их очень люблю знать ей уже наелся положи передо мной джек его раскрою съем то есть так же и там положили много джеков а их как назло пять пеленочек пять джеков ходил ходил и откусил кусок нельзя же то ничего страшного нет страшно не нужно потому что потом чувствовал себя плохо и так первое обводим себя указательным пальцем на уровень пятого класса ли пятого пятой зоны помните да как можно дальше пятая зона метр восемьдесят два смотрим фотографию и и представляем что мы это женщина которая изображена на снимке три переворачиваем фотографии вверх тормашками но если вы женщины то тогда там ее нет уже правильно ее нужно перевернуть вверх тормашками очень рекомендую сесть на ней четвертое капаем ароматическое масло на пеленочку и при износ и произносим и говорим я призываю и дальше важно вы же и есть эта женщина правильно не перерожденного ребеночка и в конце если четко видите в себе эту женщину говорите либо ее имя либо своего ребеночка не ну можно это все снабить снабдить такими красивыми каким-то моментами и сказать дух явись сказать дух явись пятое представляем что на пеленочке появился ребеночек голенький записали записали да пишем шестое говорим ему я твоя мама гладим его и говорим мама тебя любит она купила тебе погремушечку даем в левую ручку погремушечку трусим говорим она купила тебе вкусную конфетку вы теперь понимаете почему я заставляю человека самого покупать погремушки и конфет да понимаете почему энергию чувствую да это как бы позволяет этой энергии ощутить что человек старался и там как-то хотел чтобы это произошло представляем что трогает конфетку дала тебе имя я для того чтобы не путаться всех называю сашами почему и мальчик и девочка кайрайса все саши мне всех я кого перевожу все саши даю тебе имя саша после этого и тебе имя саша и тебе имя саша и тебе имя саша всем саша почему так хочу Женя можно да Саша же это вот как настроение после этого седьмое говорим но ты родился без своего тела и поэтому тебе придется переродиться восьмое зажигаем ароматическую палочку и произносим смешавшись дымом палочки ты будешь перерожден и в этот момент представляем себя в своем облике вы снова там вы потому что до этого вы были этой женщиной представляем когда палочку зажгли представили будто вы снова вы до этого ваше лицо было лицом этой женщины поняли нужно вернуть к себе свое лицо тогда дух получается вы его захватили вот этим дымом палочки он видит что вы уже не мама он начинает метаться и в этот момент он должен переродиться понятно записали да представляем что энергия тела ребенка соединяясь с дымом начинает двигаться вверх над алтарем представляем дырочку в виде двери маленькую вот такой не нужно большую представлять вот такую поняли вот такую дверцу вот здесь над собой дым поднимается вот так вот открываете дверцу при этом говорите так он хум за молодца раз уход за дверцу открыли и и представляем будто то куда он выходит или выходит эта энергия там эта энергия из дыма превращается в солнышко или в солнечную энергию на третьей ступени отдаю практику большого золотого шара помните может кто-то проходил вот эта практика большого золотого шара это практика того что находится на той стороне от кала чакры поняли то есть мы входим туда и набираемся вот этой энергии которая называется иметь внутреннюю внутреннюю силу такую душевную какой-то внутренний дух и там солнышко да да выйдя превращается в золотистую энергию солнца можно в этот раз произнести молодца раз уход за а в конце когда ребеночек переродился нужно похлопать ручками в ладошки и произнести пхат 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 от слова пхат кала чакра закрывается я на рам вам объяснил почему нужно закрывать после себя кала чакру потому что после этого могут быть неприятности в жизнь открыл кала чакру после этого па пхатал или па пхатал похлопал в ладошке и после этого кала чакра закрыт когда еще открывается кала чакра кала чакра открывается если человек один раз дует в ганлин существует такая труба ганлин называется если вы дунули в трубу в этот момент кала чакра открывается на 24 часа поэтому это плохо дуть просто так в ганлин нехорошо поняли поэтому я обычно не даю практики с ганлином а использую их только сам потому что я даже не представляю что может наколбаситься если подуть в ганлин ищенко у нас там когда-то там я купил ганлин приглашаю всех там подуть в него я видел я видел в городе венец и такой момент стояли эти абреки извиняюсь за такие слова и начинали петь что-то в мегамоле в большом торговом центре и били в бубен и после этого они достали вот такую дудку ганлин называется и несколько раз в нее дунули я слышу звук знакомый после этого вышел посмотрел и говорю все торговому центру конец после этого год наверное там вообще ничего не продавалось пошла все вторые этажи были закрыты вообще только-только спустя год начал по чуть-чуть он торговать час еще раз их туда пригласить и можно его снова закрыть а это уже нехорошо правильно если принести такую дудку сюда и даже один раз дунуть то тогда все переругаемся каждый кто будет заходить будет ругаться 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 серьезно хорошо что у нас их не продают продают на самом деле просто зачем они вам нужны если вы найдете костяной свисток или дудку которая сделана из коси никогда не дуйте в нее поняли ракушки хорошо ракушки хорошо ракушках дальше скажу вообще ракушку хорошо держать на животе и гладить считается что ракушка является ракушка создана как прообраз энергии воды а энергия воды это прообраз вот этой энергии будды синего а синий буду это прообраз хорошо двигающийся в середине тела энергии здоровья поэтому считается что если трубить вот в такую ракушку происходит вибрация воды в нашем теле и вылечивая человека от физических заболеваний правда вылечивает если дудеть прямо если ложить на себе на животик вот такую ракушку большую которая продается то тогда человек становится более здоровее на печень нужно наложить так как хотите не париться главное для каждого последующего ребеночка обряд необходимо повторять вновь поняли то есть открываем номер один и теперь вы понимаете за что я беру деньги да теперь вы понимаете это занимает долгое время я здесь не дал просто саму мантру который называется мантра чаги мо которая позволяет хорошо проводить ребенка почему дело в том что я провожу это в виде объединения всех детей а это уже энергии ты их начинаешь чувствовать такое появляется даже не могу это вам объяснить злым становится эти энергии входят в тебя там появляется болезненные ощущения в теле у нас вот этот колокольчик когда-то здесь летал по комнате он не летал а начинал так там болтаться причем если бы это был ветер он бы болтался так он болтался вот так во все стороны поняли фотографии есть такие где духа я провожу и там на этой фотографии виден глазик этого ребенка венки на фоне моего лица которые вылетают из представляете из пеленочки вот так летят и их здесь видно на синем фоне очень рекомендую не одевать на себя во время обрядов вещи у которых есть блестящее что-то особенно золотое поэтому ребята если на вас блестящие золотые часы или там какие-либо часы но не блестят убирайте от себя обряд невозможно сделать если рядом зеркало почему духом нравятся зеркала они не могут отлетать от зеркал почему они блестят все что блестит этому человеку нравится я даже в свое время только желтое зеркало можно иметь а также неплохо если горит свеча дух свечу не видит он ее боится а вот зеркало видит он видит блик этого зеркала а также любые зеркальные отражения они могут ну они могут притормозить просто перерождение этого ребенка и могут его удерживать поняли вот почему когда человек умирает зеркала закрывают вы теперь поняли почему но там не только нужно зеркала закрывать а и окна закрывать и также все отражения которые имеют иметь место понимаете то есть если вот это отражение имеет сейчас окно имеет отражение духи могут находиться потом поэтому если проводим обряд вечером то вот такие отражения не могут мешать проведению духа поэтому я часто говорю закрываем форточки или закрываем если это вечером, окна, чтобы не было никаких элементов отражения. Ну, понятно, да? Дальше. Построение вазы домашнего очага бумпа. Пишем обряд, который позволяет полностью изменить свое отношение в семье. А также сделает жизнь в семье и общее совместное проживание очень мягким, благополучным и легким. И легким. Хотите, я вам расскажу, какой нужно сделать обряд, если вы любите человека? Рассказать вам? Купите замок, подъедьте к речке, купите замок, напишите на этом замке свою фамилию, поделите этот замок на два ключа и выкиньте это в речку. И скажите, пока будут эти ключи, скажите, река, река, береги нашу любовь. И выбросьте после этого в реку. Пока эти ключи будут лежать там, у вас будет хорошая совместная жизнь. И ничего вас уже между собой не разольет и не разорвет. А почему нет? Он в этом особенности. Вот это вот нужно подумать перед этим. Ты же стрелец. А, нет. Где вам может влюбляться? Где вы вообще самые верные в знаки, насколько я знаю? Рыбы и скорпио. Вы знаете, я вам скажу так. Если ты хочешь себе яркую, горячую женщину, ну ничего, что я это говорю. Если ты хочешь яркую, горячую женщину, горячую, но абсолютно придурочную, то тогда, извиняюсь, что я это говорю, то тогда возьми себе символ воды. А если ты хочешь себе холодную, сдержанную, но очень умную, то тогда символ воздуха. Понятно? Итак, построение вазы. Этой практикой мы можем смоделировать энергию своей семьи, счастья и семейного очага. Мне очень она нравится. Для этого нам потребуется большая ваза с крышкой. Лучше красивая. Кому нужно, я привезу из Харькова вазу бумпа настоящую. Я знаю, где они продаются. Есть настоящие вазы бумпа. Они продаются в Харькове в вьетнамском магазине. Они настоящие как раз для вот этих вот моментов. Она так и на ней нарисована со всех сторон. Иероглиф вьетнамский, вьетнамский очаг, очаг. То есть это то, что сдерживает очаг. Это по-другому удерживать лешего, да, или как его там называют, домовичка, домовичка. То есть вот это то, что удерживает домовичка. Только мы его создаем сами. Вот эта ваза должна быть олицетворением вашей семьи. Поэтому лучше ее в середине покупать, чтобы она была ровненькая, ровненькая. Поняли? Ровненькая. Чтобы она там была без выщербинок, без внутренних рисунков. Беленькая, красненькая. Если хотите, чтобы было много тепла, то пусть она в середине имеет цвет теплый. Если хотите, чтобы были искренние, чистые отношения, то цвет белый пускай будет. Если вы хотите, чтобы все умнели в вашей семье, то пусть будет цвет зеленый. А если хотите, чтобы все были более, наверное, здоровыми, то цвет синий. Понятно, да? А если розовый, то тогда дети не захотят от вас разъезжаться. А если желтый, то это к деньгам. Понимаете? Чтобы у всех возить. Нет, ребята, она должна быть в середине однотонной по возможности. Я вообще рекомендую белую. Почему? Белая является слиянием всех цветов. Вы же знаете, что если белый свет через призму, то появляется много разных цветов. Итак, обойдите всю квартиру по часовой стрелке. Нет, ваза вам не нужна. Вы вазу ставите на алтарь, потому что все наши обряды мы проводим на алтаре. То есть ставим на алтарь. Что у нас должно уже лежать на алтаре, ребята? Вы уже знаете, наверное, да? На алтаре у нас должно лежать пять блюдцев для умилостивания гневных божеств. А также должна лежать ароматическая палочка. Мы уже знаем, что у нас там должно лежать на алтаре. И свечечка, да, гореть. А можно, чтобы и не горело. В этот момент мы ставим на этот алтарь, на большую тарелку или белую бумагу, мы ставим вот эту вазу с крышкой сверху закрытой. До этого мы обходим по квартире и смотрим во все наши комнаты. Заглядываем. И представляем, что в вашей вазе в середине находится прообраз вашей квартиры. Заглядываем в вазу и смотрим. Вот это кухня. А справа это у меня спальня. Поняли, да? Вот у меня ваза лежит здесь. Я крышку снял, заглянул в нее и представляю, здесь у меня спальня, здесь у меня прихожая, здесь у меня кухня, здесь у меня коридор, здесь у меня еще одна спальня. Здесь у меня там вход. Да? Вот так вот я представил. Давайте с вами, да? Давайте с вами. Взял вазу, представляю. Здесь у меня кухня, здесь у меня одна комната, здесь у меня другая комната. Здесь мечи висят. здесь камин здесь здесь мечи то есть я это представляю будто я вижу это в середине вазе вазы и после этого говорю там где у меня спальня представляю будто ложим вам вазу за заранее подготовленную пушинку и говорим или насыпаем пухой говорим чтоб хорошо спалось там где вы работаете ложите корочки и дальше не смейтесь высушенного картофеля а также корочки апельсина и ромашку это будет олицетворять финансовое благополучие она у вас должно быть в спальне чтобы вы обсуждали это не должно наверное не должно поэтому все-таки финансы вы носите на кухню не ну а где мы храним все наши заначки в спальне правильно знаете все если вы храните заначки в спальне это не сильно хорошо потому что это будет отвлекать вас от основных обязательств которые есть я в том что если хранить деньги в спальне то у вас постоянно в спальне будет появляться желание поговорить о деньгах а в спальне мы должны любоваться проекцией нашего партнера который лежит вдоль этой кровати правильно так положили в лифте деньги после этого он смотрит вам на грудь и думает о деньгах твою мать вместо того чтобы думать о груди он говорит боже мой все же у нас так что тут два пятачка увидел или свои не могу понять там где конечно почему какие сиськи не сиськи кто там это сказал все скину салфетка и так там где выложите корочки апельсина ромашку и картофельной очистки в этом месте у вас всегда будут деньги мысленно представляете в туалет нужно ложить нет дальше 3 можете положить конфету карамельку а то шоколадная завоняется зоне где находится кухня и сказать чтоб всегда вода и 2 2 еда водилась в этом место я обычно ну говорю чтобы выложили мешочек специи или благовоний положите в эту вазу несколько кусочков золотой фольги как образ богатства положите в вазочку фотографии своих деток которые сейчас растут или живут с вами но сразу хочу сказать случае если вы положили туда про фотографии ваших деток то пока это ваза будет вот так вот находиться и хранится в вашей семье ваши дети не захотят от вас уезжать поняли поэтому со временем нужно будет их фотографии достать если вы если они сейчас маленький ребята каждый должен жить свою жизнь детей не нужно туда дальше накапайте туда специи благовоний положите это все для проявления внутренних эмоций какие должны быть благовоний и специи они должны быть не гадкие поняли не гадкие вкусные можжевельник не ложите сандаловые благовоний объясню почему дело в том что сандал делает из всех ленивых людей поэтому вы в бумпу положите сандал они все станут спокойными не захотят ходить на работу придется всех выгонять пеньками можжевельника кусочек можно положить вот послушайте своем скажу дерево является прообразом кора дерева является прообразом богатства а вот то что на дереве цветет это уже эмоции поняли ароматические палочки это то что создаст эмоции и сознание в голове поэтому если сандал то это сильнее всех успокаивает а если это будет допустим гвоздика то все становятся нервными если это в арома палочки для того чтобы у всех было заточено все-таки на финансовое положите арома палочку с запахом алоэ если чтобы муж зарабатывал запахом алоэ а если чтобы жена была спокойной хорошей доброй и хорошая постели то туда можно положить кусочек цветочной пыльцы или насыпать жменьку цветочной пыльцы тогда женщина становится очень доброй мягкой паша пахнет медом и так богатству положите все написали теперь не закрываем такую вазу она у нас на алтаре лежит или стоит ставим вот эту вазу боком а забыл сказать покапали туда ароматических масел каких-нибудь вкусных тот что пахли апельсиновое можно апельсиновое к деньгам грифрутовое масло можно можно масло такое чтобы оно нравилось для женского такого благополучия можно масло и ланг и ланг для мужского можно гвоздички немножко сами составите палитру свой а полы нельзя потому что горечь появляется в отношениях между людьми полы не нужно хоть она и пахнет хорошо дальше положите на алтарь вазу бум по бокам и представьте как вашей квартире тепло и хорошо все обнимаются целуются все обнимаются и целуются и и говорим милый бум по вот тебе и домик представляем что что-то мягкое и теплое вошло в вашу вазу и захлопнули сверху крышечкой она заходит ребята но потом шуршит в этой вазе я говорю вам серьезно вы зря улыбаетесь это на самом деле энергия которая создается она просто таким образом работает как магнит дети начинают очень сильно играться и после этого вазе слышен шорох как будто там что-то лазит я говорю вам ей богу можете смеяться а потом сами будете в шоке пускай перемешивается это неважно закройте вазу и ставьте ее на красивое место в квартире чтобы дети не открывали еще в вазу перевязывают поняли перевязывают вот так вот лентами чтобы она красивая была со всех сторон крышку перевязывают чтобы никто не мог открыть а также ставят так чтобы дети не долезли обычно это делают в спальне или ставят спальню там где спит глава семьи если он есть такой или имеет место таким быть самое интересное вот что каждый раз когда проходите мимо вазы или видите ее можете рядом с ней кланяться уважайте такую вазу я в том что это будет вашим очагом это то что будет прямо как магнит притягивать вашу жизнь очень большое количество мягких таких состояний это ваза хранитель очага вот вы и создали этот очаг представлять можно эту вазу я могу сделать кому-нибудь если захотите знаю как это сделать профессионально вот я в свое время собирался этими вазами торговать вот очень красивые делают вазы когда-то на сайте выкладывал ваза бум по читали наверное да и там стоит человек который держит такую вазу бум по вот это действительно очень интересная система мы когда-нибудь обязательно создадим алтарь этот алтарь вокруг него наставим большое количество вас жизни людей которые там захотят в этом поучаствовать вы возьмете и положите фотографии детей в такие вазы положите вот такие ароматические специи своей квартиры и все остальное и мы это вложим все и вокруг этого всего построим ступу ступу как прообраз абсолютного счастья людей после этого обмажем ее со всех сторон и проведем такие обряды которые будут постоянно создавать энергию чтобы эта энергия проходила через все вазы которые находятся в ступе и таким образом люди которые ставят свои вазы вот в такую ступу и ступа зарождается ну у них во всех поколениях потом идет счастье представляете как приятно люди приходят молятся такой ступе и говорят там спасибо спасибо это как спасибо этой семье которая там находится нее не нужно ложить золото почему ну золото она совсем не нужно в этой вазе потому что она не является прообразом счастья а вот фольгу можно положить понимаете также когда ступа сделал делается то не нужно ни золото закапывать не деньги бросать там ничего такого не нужно это обман там главное все сделать правильно нет если она разобьется вообще ничего страшного просто в тот момент когда она разбилась бум по убежал в этот момент для того чтобы бум по снова прибежал снова нужно такой обряд сделать а также перед тем а я вам скажу так бум по сытой всем хорошо поэтому перед тем как запихнуть его туда в вазу поставьте рядом с вазой на алтаре молочко потому что бум полюбит молочко очень такой приятный и очень хороший обряд согласитесь да очень красиво тогда бум по еще раз делайте обряд бум по это в честь того духа который живет там вот этого духа который живет в этой вазе его называют бум по и понятно бум по в переводе на русский язык наверно называется домовичок да по другому каждый раз когда вы будете читать рядом с такой вазой мантру то эта мантра будет действовать на всех кто находится в вашей семье также если вы будете читать эту мантру и кто-то будет находиться на другой стороне планеты то он будет это чувствовать всегда таким образом совершается очаг но при этом есть одно условие кто в этом очаге находится то их бум полечит понятно поэтому если вдруг там у кого-то что-то заболело то можно дома вылежится и тогда происходит элемент ремонта этого человека поняли почему какая-то энергия начинает лечить вас она выползает из этой кастрюльки потом снова идет к своим огрызком от картошки и там хорошо наверно почему не знаю пишем какие определенные свойства и компоненты используются вообще в обрядах давайте это еще раз я вам перечислю вода используется в обрядах с целью приобретения здоровья или лечения человека земля и все производные земли плоды камни песок кристаллы природные элементы золото и даже нефть это все идет для привлечения денег то есть все что живет в земле клубни любые апельсины это клубни не клубни а вот зерна апельсинов это уже то что пойдет землю да вот зерна можно для привлечения денег использовать а сам апельсин уже не деньги дальше огонь обозначает все что привлекает чувства с огнем работаете значит работаете с чувствами людей а также с чувствами связаны еще производные огня и сюда входят злаки плоды деревьев которые используются в дальнейшем как обряды на любовь и женитьбу четвертое воздух и ароматы сюда входят цветы аромасла дым это используется с целью работы с энергией своего сознания или в целях умилостливения чужого сознания думает о вас человек до из этих всех перечисленных элементов с чем нужно работать с романтической палочкой правильно а если со здоровьем человека связано с чем нужно работать с водичкой а если с чувствами женитьба с чем нужно работать с плодами правильно а если с деньгами тогда используем землю кристаллы так далее и там подобное поняли да это вот те природные компоненты которыми нужно из которой нужно использовать правильно естественно если вы будете водой привлекать там любимого человека то у вас ничего к сожалению не получится итак обряд с водой на здоровье нужно набрать стакан водички поставить ее на алтаре ребята теперь все только так о боже что вот и говорим ты моя водичка ты людей поешь и моешь так и мне помоги здесь говорим андрюши петь и вася избавиться от боли в болезненном моем органе произносим орган излечи от мучений чтобы не терпеть мне болезни вот и хорошо после этого необходимо выпить такую водичку и полежать 30 минут а здесь я забыл вам сказать вождь символы которые связаны символами воды это те люди которые умеют хорошо работать с энергией воды они умеют очень хорошо лечить людей символы которые связаны с землей они умеют очень хорошо привлекать деньги поняли те которые с огнем они могут работать как колдуны с чувствами с женитьбами и со всем остальным а те которые с воздушными знаками они могут для других людей убирать неприятности долги и так далее и тому подобное поняли поэтому кто вы вот вот этим лучше всего и заниматься то есть вы можете быть специалистом в области одного направления просто очень ярким и у вас это будет максимально хорошо получаться то есть если вы скорпион то лучше для здоровья работайте но все остальное тоже можете делать почему земли если земли то это все связано с материальным благополучием вас это будет лучше всего получаться а если это символами огня то тогда у вас будет лучше всего получаться вот эти обрядовые магические ритуалы которые связаны с женитьбой там замужеством с чувствами других людей пишем еще один ритуал это тоже с водичкой пишем что нужно говорить читаем 20 раз то что я вам произнесу на 1 литр водички и каждый день пейте по одному стакану это специально по запросам кинозрителей которые просили убрать у них порчи сглаза и всякую всякую фигню ну что ж вот пожалуйста если вы считаете что кто-то что-то на вас там повлиял или кто-то там повлиял и кто-то там давно влиял и вы не можете от этого избавиться вот это убирает любые влияния если они у вас есть и так если не убирается то с чем это связано с тем что этого у вас нет и так пишем боль хвороба из чужого короба из чужого короба откуда пришла туда и пошла записали кто тебя послал по тебе заскучал тебя заклинаю обратно отсылаю тебя заклинаю обратно отсылаю записали вернись пославшему горе не знавшему в него влюбляйся никогда не возвращайся можно боль хвороба из чужого короба откуда пришла туда и пошла боль хвороба из чужого короба откуда пришла туда и пошла кто тебя послал по тебе заскучал по тебе заскучал записали тебя заклинаю обратно отсылаю вернись пославшему горе не знавшему игорь ты записал вернись пославшему горе не знавшему записали все записали не записали дальше с ним оставайся в него влюбляйся никогда не возвращайся читаем 20 раз на литр воды каждый день пьем по одному стакану 30 дней подряд данный ритуал помогает избавиться от наведения дурных мыслей своих и от чужих людей тоже нету никакой вообще да не умеет не умеет защищаться вот так ваджу поставила перед собой и все никакой обратно вот так сделала и все умеет не умеет нету войн в этой эзотерика там войн нету там если сделал что-то то получишь там нету обратно вот это вот все оно не работает понимаете оно все проникает нету не жизни было я умею защищаться и знаю вот этих всяких обрядов там миллионы всяких при этом в свое время аборджане я рассказывал которому ехал в поезде и говорил пусть я буду на одной стране он на другой стран помните рассказывал после этого я все равно узнал что этому человеку плохо он разбился жена плохо родила ребенок умер и после этого меня начала мучить совесть после этого год у меня был полный пипец я тебе говорю целый год был полный полный пипец здесь мы никого не проклинаем понимаете никого но если было какое-то наведение мы просто от себя это убираем а там защиты не защиты пофигу это часть энергии этого человека он ее просто забирает вот и конец если это твоя энергия ты ты защищаешь себя но это же твое вот и забирай раз это твое правильно ты защищаешь свою энергию да ты ее защищаешь тогда чужое к тебе не придет а вот свое ты можешь получить чем многократно увеличена следующее третье после купания ребенка или взрослого случае надобности сказать после купания ребенка или взрослого случае надобности нужно сказать как с гуся вода такс имя этого человека болезнь и худоба вот так нужно взять маленького ребеночка положить его в пузиком на ладошке и сказать как с гуся вода так спите худоба в этот момент ребенок избавляется от заболеваний но эти заболевания стягивает на себе человек кто проводит этот обряд если маленький то обычно у них болит животик но мы настолько привыкли что он у нас там всегда болит что нам и незаметно знать дальше пишем обряд с огнем и свечами 1 для совместной любви на одной свечи пишем имя свое любым фломастером какие свечки лучше ставить вот такие свечки лучше восковые о вот такие восковые видеть вы наверное замечали во время определенных праздников у люди во время определенных праздников в церкви зажигают свечи так что они образовывают при скрещивании одно пламя видели да видели я не обманываю то есть длинные длинные свечи их вот так вот ставят они горят одним пламенем сейчас вы поймете для чего это делается это для того чтобы это проводится обряд который заставляет вас влюбиться в батюшку который проводит этот обряд я говорю это серьезно я не обманываю вас я говорю вам серьезно тот момент когда батюшка выходит он перед этим произносит те слова которые я вам сейчас скажу да на одной свечи можете ничего не писать да можно ничего не писать укрепляем свечи таким образом чтобы при наклоне этих двух свечей пламя у них образовывалось одно как я показал да вот так вот есть такие подсвечники вот так можно укрепить их или даже держать вот так над алтарем поставили и вот так вот держите чтобы появилось одно пламя поняли да не влюбиться то не влюбиться это гармонизирует наоборот жизнь понимаешь ну вот такое бывает когда человек вроде и влюбились друг друга начали жить а знаешь как мужчины весна началась девочки одели красивые короткие юбки а ноги стали более длиннее чем у своей балалайка более настроение и так далее там подобно после этого и своя красивая балалайка но чужая лучше после этого начинается поиск гитар понимаешь вроде своя уже хорошая красивая умная добрая надежная нет приходится где-то что-то вымучивать хорошо же у меня не было таких проблем никогда что еще бы а еще с весны не было а вот так вот жила жила с человеком после этого смотришь а он придурок весной стал до домой приходит поздно говорит я устаю на работе да и ложится спать отворачивается попой после этого говорит ты мне не нравится у тебя худой у тебя толстый у тебя не такое ты не такая ты закомплексована и ты слишком раскомплексована и так далее там подобно а ведь это первые признаки того что мужчина дед там шляется а вы тихонечко си вечером хоп с этого опа и дома до 6 вечера и улюбленный как всегда и пишем написали что наклон и пламя образуется одно и произносим две свечи а пламя одно дальше пишем так и я в скобках свое имя ну и по-другому принцесса и он пишем его имя по-другому какашка это я сутью так пишем так и я его имя и он его имя и дальше слова на одно пламя живем на одно пламя живем поняли что делает батюшка он говорит так и я батюшка митрополит всей руси и он и кто пришел сюда в церковь на одно пламя живем поняли после этого люди начинают к нему прибегать и начинают как будто он часть их семьи отдавать туда мартель коко шанель на одно пламя живем и после этого сказать так и повелось по-русски но так и повелось навеки ой ребята все там правильно сделано в этой церкви конкретно причем там это все создавал очень хорошо знающий эзотерику человек причем по самой структуре это был человек один и это просто утверждаю это был заказ после этого чек который был очень хорошо знаком с эзотерикой делал это все с основанием а также соединял эти праздники это все очень четко я там вижу вообще включая купола включая правильные кресты речи раскачивания движения руками пускание креста и так далее там под а вот вообще всему можно дать объяснение гипноз нлп программирование зомбирование просто четко четко ну конечно в момент того когда человека гипнотизирует в этот момент у человека всегда происходит падение иммунной системы также и происходит когда вы заходите в церковь то человек вы начинаете стоять и начинает идти какой-то звук зрение ваше упирается в какую-то свечку то есть вы начинаете концентрироваться при этом ваше сознание ваши уши слышат какое-то бормотание иногда непонятное для нормального состояния сознания правильно таким образом сознание сначала борется с тем чтобы понять что там происходит а если она борется в этот момент у вас может произойти спазм сосуда вы можете потерять сознание а также в случае если у вас происходит отключение сознания как у большинства людей они просто не слушают и не вникает то что там происходит и что говорится после этого до этого голодание истощение нервной системы произошло после этого вас просто заставляет чтобы у вас отключилась нервная деятельность при этом как делает гипнолог одежда на этом мужчине вся черная здесь висит какой-то что крестик который является одновременно гипнотическим элементом потому что он блестящий согласны с этим после этого когда этот человек стоит он там шевелится топчется с а какое делает движение гипнолог обычно вот такое на что похоже да я крестю вас понимает то есть я делаю такое движение после этого когда вас загипнотизировали именно это и произошло и ваша нервная деятельность угнетена и сознание полностью отвлечено от всего выходит человек который начинает вам говорить любую чепуху и то что он говорит ваше сознание воспринимает как истинно однозначная концепция в дальнейшей вашей жизни но ребята я пока еще не знаю всех вот этих которые бы помогли кому-то выздороветь или стать здоровым или богатым ли еще ким-то просто не знаю этих то есть вы говорите что есть много вот этих которые куда-то отправляют ребята нет людей которым они помогают в этом и особенность если человек не понимает что он делает и он хочет плыть куда-то по северной звезде но он не знает где находится северная звезда то просто тыкнув в небо он ее не найдет никогда я вас это убеждена просто ну всегда об этом говорю и всегда убеждаю то есть ты не знаешь где находится северная звезда то ты ее не найдешь на этом одном миллионе звезд ты не знаешь где северная звезда то есть также с этими людьми происходит то есть они где-то по наите и узнают что это может помочь после этого не говорят но вот там северная звезда иди нет друзья мои если ты не знаешь где северная звезда то тогда ты ничего не делаешь для для какого-то человека именно поэтому и создан этот семинар для того чтобы даже в этой области дать объяснение как это все работает Теперь вы понимаете, что водичка для здоровья, а огонь для чувств, а дым создается тоже для чего-то. Теперь вы понимаете, почему создаются обряды, при которых свечи между собой скрещиваются, и обряды, при которых свечи могут друг от друга стоять вот так. Я это не буду объяснять, потому что это уже не хорошая магия. А вот это, это хорошая магия. 19 января в прорубь это нехорошо. Почему? Я не знаю, откуда взят этот обычай, но дело в том, что когда вы окунаетесь, то в вашем теле происходит включение функции ожирения внутренних органов. И потом после этого вы можете в дальнейшем очень от этого пострадать и болеть. Понятно? А также потерять со временем предстательную железу, грудные железы, щитовидную железу, поджелудочную и печень. А также приобрести ожирение внутреннее своего кишечника. Что вам дома не сидится? Итак, не холодно? Того тоже, да. Итак, обряд для совместной любви, делать его нужно не менее 20 дней. После этого, когда две свечи погорело, их можно потушить. Главное не задувать. Поняли? А чем-то? Ложечкой обычно затушить. 20 дней. Сколько держится такой обряд? Веками просто. Обожать начинает, аж облизывает. Совместной жизнью об одном думают люди, об одном начинают вспоминать, об одном... Можно ли использовать... У меня был такой вопрос. Можно ли использовать три одновременно? Можно. Можно. Но делать этого не нужно. Просто можно делать две свечи и говорить с одной стороны я, а с другой Лена, Валя, Галя, Соня, Света, Кристина, Магдалина, Мария, Дэви Христос. Лизетта. Чезетта. Лизетта. Так и я, Андрюша, и она, Лизетта, Жозетта, Жозетта, Жоржетта, на одно пламя живем. Все это мозг может выпасть. Он скажет, как на одно пламя. Я еще говорю, я на одно пламя живем и еще что-то вам расскажу. Ага, я сейчас еще расскажу. Так и я, и он на одно пламя живем. Так и повелось навеки. На какое время сделан этот обряд? Навеки. Можно говорить не на веки, а на год. Правильно ты сказала, можно. Да, на веки это вообще навсегда, а на год это. Я вам скажу так, если говорить на веки, то в следующей жизни этот человек к вам попадет, и вы будете вынуждены, несмотря ни на что, с ним жить. А вдруг этот человек в следующей жизни будет не таким красивым или не такой красивой женщиной, как в этой? В одного пола. Или уже другого пола, да? Что с этим делать, если любовь такая? Есть еще один обряд со свечой, давайте запишем. Смотрите, этот обряд, он очень старинный, я его очень рекомендую, его обычно людям не дают. Вот такие восковые тонкие свечи, их можно вот так поздавливать между собой, видите? Поздавливать. При этом вот так вот погнуть, чтобы они вот так между собой были одной свечой. Вот, видите? Да, скрутить. Это для любви. Тебе надо. Вот так вот скрутите две свечи, ничего не произносите. Сделайте вот такую косичку. Так, чтобы у вас появилась сверху, ну вот, одна такая свечка. Видите? Она и вот так вот сверху. Да, вот так вот, как я вам сделал, видите? Вот так. И вот так, когда она будет гореть, ставите на алтарь, очень тихонько на нее произносите. Мягко очень и очень тихонько. Говорите, не свечи жгу. Два сердца соединяю на мягкую постель. На верность. Хлеб и соль за столом. На семейное счастье. За столом. На семейное счастье. Записали? Класс. Еще хотим на привлечение в своей жизни любви. А зажигать ее? Зажигать, я же сказал. Зажгли такую свечку, скрутили, на алтарь поставили. И после этого говорим, не... Ну, что же у нас на алтаре лежит? Везде там картошечка, все как положено. Вот, после этого зажгли тихонечко и произносим. Не свечу зажигаю. А зажигаю два пламенных сердца. На мягкую постель, на любовь. Это нужно делать, когда у вас уже есть партнер. Потому что делать это, если его нет, не нужно. Поняли? Сколько это делается? Вы один-два раза начитали. После этого оно должно хотя бы 30 минут погореть. После этого можете ее потушить. Куда девать свечу? Выкинуть можно, не страшно. 20-30 раз можно почитать. Можно за один раз. Минут 10-30. И дальше. Обряд на привлечение любви в свою жизнь. В этом обряде, который я вам сейчас дам, нужно на алтарь положить три вот такие вот свечки. Но желательно, чтобы они находились сразу же в ароматических лампочках. Поняли? Вот так на алтарь ложите три вот таких свечки. И продаются такие маленькие ароматические лампочки. Да, знаете, да, они недорогие, они стоят дешево. Да, не надо ничего сверху, просто ставите их. Это будет прообразом печки. Поняли? Три печи. На алтарь ложим три светильничка. И произносим. Зажигаем три таких свечки и говорим, посреди поля горели три печи. Посреди поля горели три печи. Раскалились. Медная, железная, каменная. Медная, железная, каменная. Это доверие, верность и любовь. Поняли? Доверие, верность, ну и хорошие интимные отношения, наверное, где-то там. Это медь, железо и камень. И говорим, светом светили до неба. Представляем, что от ваших вот этих лампадочек, которые здесь горят, яркое свечение на всю комнату. Представляем, что нагревается все тело. Ну, возле печи тепло. И произносим. Так и мое сердце, тело и душа нагрелись. Дальше говорим. Все молодые, да богатые. Все молодые, да богатые. Девочки говорят, бояры. А мужчины бояры не. Это ж статус, понимаете? Нафига вам там холоп или колхозник, да? То есть бояре уже. Греца пришли к ним. Да и остались-то. Так и повелось. Выполнять обряд необходимо 20 дней. Дальше. Обряд от одиночества. Существует такой обряд. Он очень простой в исполнении. Ночи хорошо работает. Купите бутылку с чем угодно. Ситро. Что хотите? Пиво. Все равно. Купите бутылку с чем угодно. Стеклянную, не пластиковую. Стеклянную надо. Да все равно с чем. С водкой. Выпить ее, подойти к любому перекрестку. И прошептать, и подуть в эту бутылочку, сказав, оставляй свое одиночество. Инна, тебе можно бутылку не ставить. Просто становишься рядом на перекрестке, и все. И уже не одиноко, серьезно. Оставляю свое одиночество. После этого оставить ее и уйти. А вы покупаете? Нет. Прошептать и купите. А телефон не оставать? После этого оставить ее и уйти. Ребята, если кто-то эту бутылку найдет, бомж какой-нибудь или еще кто-либо, и будет сдавать ее, эту бутылку, в этот момент у вас будут появляться люди, которые будут что-то предлагать, а также будут хотеть с вами знакомиться. То есть в жизни будет появляться. Можно несколько на разных перекрестках, после этого аншлаг будет просто. Дальше. А кто наедет? На бутылку? Ну и что? Ну и что? Ну и что? Не надо на сам перекресток, ставьте рядом. Я же не говорю на сам перекресток. Да, возле перекрестка, переходом. Где угодно? Я не могу повторять. Я вам скажу так, завтра утром выпиваешь, до вечера уже что-то происходит, даже не выходя из бассейна. Ну и вот, чтобы было время, у тебя же ночью никто нет, хотя как знать. Нет, серьезно. А что, утром обязательно? Ну, чтобы был день у тебя впереди. Можно не утром выполнять, конечно. Можно вечером. Можно вечером. Так, продолжаем. Дальше. Обряд для привлечения денег с камушками и песком. Кудка, да. Да. Итак, обряд для привлечения денег в вашу жизнь с камушком и песком. Первое. Ставим на алтарь большую чашу. А с левой стороны от нее ставим свою фотографию. Слева свою фотографию. После этого второе. Готовим множество красивых, маленьких, разноцветных камешков, галики. А также красим песочек морской, желательно в золотистый цвет. Такая есть золотистая. Ну, как она называется? Золотушка, да? Можно взять обыкновенный песочек и в него нарезать мелкой фольги золотой. После этого смотрим в эту чашу и представляем, будто в этой чаше находимся мы. Только маленького-маленького размера. Смотрим в чашу и представляем, будто в чаши внизу, прямо на самом дне находимся мы. А для этого обряда нужно подпалить ароматическое масло алое. Хорошо было бы. И начинаем произносить. А, предварительно берем этот песочек с камушками. Камушки маленькие такие должны быть, небольшие, поняли? А то вы сейчас булыжники. И начинаем произносить. Сыпем вот так в эту чашечку и произносим. Скорым временем. Мана небесная. Дадина будет. И дальше перечисляем. Скорым временем мана небесная дадина будет. И произносим. На проживание. На здоровье. На роскошь. Насытит. И дальше говорим свое имя. Это можно делать и кому-то. Только тогда фотографию этого человека оставить. Скоро и сейчас и навсегда. Так и повелось. Скоро и сейчас и навсегда. Так и повелось. Произносим это минут десять. И вот так вот по чуть-чуть сыпем. Себя при этом представлять можно только первый раз. Или в самом начале. После этого можно это высыпать, этот песок. А можно в чашке оставить, если нравится. Оно должно быть такое красивенькое. Ну, его в дальнейшем можно использовать. Это сам обряд. Вы когда сыпете, вы, получается, создаете образ. И это связано с тибетской такой практикой даже. Которая там тоже создает энергию, когда с неба начинает что-то падать там на человека. Очень рекомендую. Это находит подтверждение в разных эзотерических таких направлениях. То есть все все равно, все абсолютно методы, они каким-то образом связаны либо с дождем, который сверху льется на человека, либо с песочком, который сыпется. Вот это самое правильное. Он действительно очень хорошо работает. Вот говорю серьезно. Действительно очень хорошо. Попробуйте. Дальше. Обряд для привлечения денег в жизнь с яблочками. Обряд для привлечения денег в жизнь с яблочками. Необходимо купить 1 килограмм яблок. Сдачу не брать. Лучше на базаре. И в офисе или где угодно постараться эти яблочки раздать. А, на заправке яблоки раздать? Ага. И произносить, когда будете раздавать яблочки. Утоляю людям голод, покупаю себе деньги. Утоляю людям голод, покупаю себе деньги. Так и повелось. Утоляю людям голод, покупаю себе деньги. В тот момент, когда будет человек кушать, в этот момент энергия вот эта будет в вашу жизнь входить. Дальше. Как продать машину? Это все расскажу. Ладно, продать машину или дом, да? Я шубу не могу продать. О, супер, супер. Берем, берем, берем водичку и несколько, можно, да. Берем водичку, не с квартирой, там по-другому я расскажу. Берем водичку и несколько раз брызгаем такой водичкой и повторяем. Это машину и дом? Да. Это машину и шубу. А дом? Та и дом пускает. Что продаю, пусть покупается. И говорим. Что продаю, пусть покупается. Записали? Что продаю, пусть покупается. Берем водичку, брызнули несколько раз и повторяем. Я вам расскажу, как это делается. Берем так, берем стаканчик и делаем так, на воду прямо шепчем. Там беру, покупается, ко мне возвращается, строится. После этого так произносим несколько раз. Вот так дуем, берем в рот и плюем на машину. Поняли? Вот так это делается. Я говорю, это работает вообще. Делали так, я вам сейчас расскажу. Я знаю таких приколов много. Мне мой брат берет и говорит, Андрюша, сделай так. Беру стаканчик, делаю вот этот на шепт. Покупается, ко мне возвращается. Вот так беру и на его машину плюю. Доплевываю все. Человек подходит, говорит, машина нравится, забираю. Уезжает человек, человек рядом находится. Он это все видит. Он ко мне подходит и говорит, сделай для меня. Я говорю, это не бесплатно. Он говорит, я на все согласен, два месяца торгую. Я говорю, я не хочу. После этого прикол рассказать дальше. Они начали ставить машину, вернее, свои машины в то место, где ставил брат. И с этого места до конца вечера все машины продались. До конца вечера. Водичка. Куда водичка попала, везде все попродавалось. Так, я же вам и говорю. Сначала дую на воду, да, произношу вот эту, я не знаю, заговорная она, да. Что продаю, пусть покупается. Денежка ко мне, пусть притекается. Продаю свое с придатком. Продаю. Ой, денежка, денежка. Ну, что ж так долго. Денежка ко мне, пусть притекается. Ко мне пусть притекается. Продаю свое с придатком. Эндометриозным, да? Продаю свое с придатком. Получу уплату с достатком. Уплату с достатком. Продаю свое с придатком. Получу уплату с достатком. Прочитать следует там 12-20 раз. После этого подуть на воду и эту воду вылить на эту машину. Помните, я давал вам метод, как подарить машинку и сказать, дарю тебе свою машину. Вот делайте вот такой метод, он тоже работает великолепно. Да, ты представляешь, если зажлобился, не возьмет вообще в ручки. Это особенность такая. Здесь вот настоящая энергия. А уж поэтому в жизни не получается. Ведь люди, которые бедные и нищие, это прежде всего люди жлобы. То есть это люди, которые сами не хотят. Они, во-первых, не ценят свою жизнь. У них нет эстетики. Ведь по идее, с эзотерического плана, когда человек живет в течение своей жизни, то он зарабатывает за счет того, что он проживает свою жизнь. То есть вы пришли на работу, после этого на этой работе были, и после этого за это то, что вы отдали часть своей жизни, с вами рассчитались. Правильно? В этот момент стоит вопрос, а сколько стоит ваша жизнь? А чем она может быть наполнена? Или что заставляет эту жизнь становиться дорогой? Эту жизнь заставляет становиться дорогой внутренний эстетизм. Это то, насколько человек радуется жизни. То, насколько этот человек отдыхает. То, насколько человек имеет знания. То, насколько человек реализован. И то, насколько человек развивает в себе это. Понимаете? Есть в тебе этот эстетизм, тебе нравится жизнь, тебе нравится то, с кем ты живешь, тебе нравится, что вокруг тебя находится, отдавая ты не жлобишься, то ты будешь богатым человеком. Ты просто не имеешь шансов им не быть вообще, не имеешь шансов. Света живет вот со мной и периодически замечает, как легко вот это все происходит. Согласись, да? А скажи, я хоть раз зажал хоть кому-то, скажи, вот у меня бывает такое? Я даже если зажимаю, то этого не чувствую. Почему? Вот здесь ничего не происходит. Я зажимаю не с целью зажать деньги, а зажимаю с целью хоть как-то научить человека там чему-то. А так мне все равно. Вообще вот так сегодня надо кому-то, если бы ко мне человек пришел и сказал подарить, я бы ему подарил. Только знаете, зачем мне это нужно? Я зарабатывал, а я ему должен отдать часть своей жизни, но не особо это хочется. Вот, ну вот внутренне я это понимаю. Я часто это замечаю, когда там с кем-то нахожусь в магазине, люди видят, как я рассчитываюсь и даю больше. Если я рядом, мгновенно начинаешь чувствовать энергию. Этот человек начинает жадничать, ему жалко эти деньги отдавать. Вот точно так же ему эти деньги будет жалко отдавать окружающими людьми. Понимаете? Я не могу этому научить. Я все время говорю, да найдите в себе это, перестаньте быть жлобами. Потому что когда вы боитесь отдать деньги, когда вы стесняетесь, когда вы не хотите, когда вы жлобитесь, то это все люди, которые рассчитываются с вами, они будут это испытывать постоянно, то же самое. То есть то, что вы испытываете в момент того, когда вы отдаете, это же испытывают люди в тот момент, когда отдают это вам. Представляете? Это же закон, законы вселенной, об этом все знают. Действие равняется противодействию. Еще F равняется минус F, еще Ньютон в свое время написал. То есть то, что ты отдаешь, это же самое получаешь. И это все знают прекрасно. При этом как-то провести аналогию и сказать, ну это же является еще и тем, насколько я трачу деньги, тем, насколько я создаю это. А у вас, что я не могу никак разбогать? Я вот могу, Алина. Получается? У меня здесь никогда ничего не было. Конечно, сколько Алину помню, она никогда ничего. А вот в тот момент, когда он начнет читать, переживать, я вообще ни за что не переживаю в жизни. Я могу спать и могу переживать за то, что чешется попа, знаете, и после этого ее чухать вот так вот. И переворачиваться на другой бок. Но будут деньги, не будут, вообще не переживаю. Вот хотите верьте, хотите нет. Игорь, когда ломался бизнес у меня, ты помнишь этот момент, когда я в один день все закрыл? Помнишь, как вы орали там, боже мой, что делать? Я говорил, все уволены. Ты же тогда присутствовал, ты же знаешь это как... Помнишь, когда ты ко мне приходил и говорил мне, здесь бизнес, можно заработать, вот все очень офигенно. Что я тогда сказал? Интересно. Он говорит, как неинтересно, ведь мы же все заработаем. Вообще, почему? Хотелось отдыхать. Почему? Внутреннее желание это делать. Вы знаете, я... Помнишь, я это говорю? Я вам объясню, почему. Вот в тот момент, когда я начал жить внутренними чувствами и идти им на поводу. Вот я говорю это серьезно, внутренними чувствами. В этот момент вся моя жизнь стала другой. То есть не хочу и не делаю. Хочу и делаю. Внутренне нахожу в себе особенности, при котором не просто сделать, а протащиться от этого. Вот вся жизнь связана с тем, что опыт жизни связан с целиком, только с получением от жизни удовольствия. Вот я все время от нее пытаюсь получить удовольствие. Понимаете? Все время. И она все время дает мне какие-то элементы удовольствия. Сегодня принесла девочка печень. Смотрите, какое. Вообще, смотрите, какое. Вообще, я в шоке. Оно еще и пахнет, так? Сам зажру. Ладно, ни к с кем не поделюсь. Итак, дальше. Есть такой метод тибетский. Квартиру подарить. Квартиру подарить хатку. Помните, я рассказывал это на ступени? Возьмите, сделайте домик. Купите домик в большом торговом центре. Там продаются такие большие детские домики, пластмассовые, которые строятся, и дети с ними или в них хотят играться. После этого такой домик подарите знакомым детям. Когда будете дарить, скажите, дарю тебе свою квартиру. Не бойтесь. Можно знакомым. Только не родным. Поняли? Я пришел в гости в свое время и подарил большой вот такой конструктор. Большой конструктор, куда дети забегают прям целым ростом своим. Знаете, и начинают там играться. Пластмассовый домик такой. После этого, когда подарил такой домик, сказал, дарю тебе свою квартиру. Дети игрались. Вот они построили это при мне. Когда крышу поставили, в этот момент начал звонить телефон. Я начал отвечать, потому что были предложения по квартире. До этого целый год ни одного предложения не было вообще. А если люди звонили, то говорили так, сколько денег? Я говорил там, столько-то, столько-то. Они делали так. Никогда не продадите. Вообще забудьте. Сейчас таких цен вообще нет. Я говорю, как я не продам? Если все продают, не верьте. Нам отдайте бесплатно. Просто так. А вот чтобы землю продать, нужно сначала обвести свою землю забором. Тогда она будет продаваться. Точно так же с домиком. Бывает так, что человек абсолютно невезучий. Ну вот невезучий и все. Если человек все время спотыкается, падает, это говорит о том, что у него первые признаки шизофрении. Я говорю это серьезно. Человек, который все время подскальзывается, падается, обо все ударяется, ногами цепляется, это говорит о том, что у человека есть первые признаки. В этом ничего страшного нет. Я тоже цепляюсь и падаю. Но существует такой метод. Я и не отрицаю никогда. Существует такой метод, который эзотерикой только шизофреника занимается. Естественно, если всех оскорбил, да, извините, мы не эзотерикой сейчас занимаемся. Существует такой метод, который называется тибетский метод абсолютного везения. Давайте я его вам сегодня дам. Он занимает времени всего 2 минуты, но начинает вести во всем. Куда ни плюнешь, везде прорастает. Представляете, что вы в середине себя видите пустоту. Так, как будто ваши органы исчезли. При этом не нужно ничего произносить и долго выполнять. Не нужно. Легко же делать это, да? Считается, что если его выполнить 30 дней подряд, то 3 года везет по полной программе во всем. Я так представлял 3 года подряд. Утром просыпался, представлял себя пустым. Вечером ложился, представлял себя пустым. Сейчас пожинаю плоды. И раньше уже пожинаю плоды. Нет. Я представляю, что в середине моего тела пустое. Смотрю, а там как... Не коси ничего. Все в середине пустое. Вообще все пустое. Это единственная техника, которая не делала. Но все равно, вот это очень хорошо работает. Оно просто очень быстро имеет эффект. Нам не хватает обычно времени ни на что. Освободив в своем сердце, сделай там пустоту, у тебя появляется желание влюбляться в кого-то. А когда пустота появляется в твоей голове, то у тебя появляется желание что-то изучать. Потому что если там есть знания, которые получены раньше, то туда просто новые не влазят. А новые иногда могут быть правильными. Так в твоем животике жлобливая жаба или еще что-то не позволяет новой энергии и денег попасть в твой животик. Понимаете? Именно это и заставляет человека чувствовать себя дискомфорт. Конечно, если ты освобождаешь себя в середине себя, то это дает место другой энергии попасть в тебя. Такая удивительно простая техника, которую в свое время в Нигьяме Тантре описал, а в Нигьяме Парамита Сутре описал Шива, потому что это является шиваитской практикой. Она является как раз тем, что в свое время повторялась в Калачакра Тантре. И она очень интересна. Потому что она действительно создает в человеке состояние вакуума. Если есть где-то вакуум, то он всегда будет чем-то заполнен. Видите? Создав в середине себя вакуум в своей голове, к вам придут новые мысли. Создав вакуум в своей груди, к вам придут новые чувства, а в животе к вам придут новые деньги. Понятно? Дальше. Обряд с зеркалом на удвоение денег. Не на алтарь, а ложится зеркало на алтарь, а сверху на зеркало купюра. Мы ставим вот так над своими глазами одно зеркало, а здесь ставим другое зеркало. На верхнее зеркало ставим купюру. Поняли? И смотрим на нижнее. А зеркало тоже сюда направляет? Да, сюда направляет. Какая купюра лучше? Какая купюра лучше? 100 долларов, 100 евро. А еще эта купюра должна быть заработана только вами лично. Если вы ее не заработали, а это не сработает никогда. То есть та купюра, которая вами заработана лично. То есть кто-то с вами рассчитался, отдал зарплату, отдал там за продажу чего-то, там еще что-то. Только ваша. Подарили? Нельзя. Она только ваша зарабатанная. Не подарили. Купюра вверху или внизу? Внизу. Одно снизу, одно сверху. Смотрят друг на друга. Давайте уже писать, что нужно говорить. И произносим. Мною лично заработанная денежка. Моим усердием, умом и знанием. Записали? Раздвоись, расстроись, в реки превратись. Раздвоись, расстроись, в реки превратись. Представляем, что из купюры начинают выходить ручейки рек. Реки по земле пройдите, с деревьями распуститесь. Реки по земле пройдите, с деревьями распуститесь. Представляем, что вдоль рек выросли деревья. Говорим, деревья цветами и плодами произраститесь. Деревья цветами и плодами произраститесь. Представляем, что появились клубни, плоды на деревьях. Дальше. Людей от голода накормите. От голода накормите. Есть? Представляем множество людей, которые едят плоды и наедаются. В знаке уважения передо мной преклонитесь. Уважение предо мной преклонитесь. Представляем, что люди наклонились, сняли шапки и сказали спасибо боярыня или спасибо боярин. Дайте ручку. Возьмите ручку. В знаке уважения предо мной преклонитесь. Представляем, что люди наклонились, сняли шапки и сказали спасибо боярин. Ага, самое интересное на следующий день. На следующий день вы обязательно должны эту купюру потратить полностью всю. То есть вы ее должны кому-нибудь, ну вот, что-то купить на нее. Да. А здесь дальше очень интересно. Эта купюра умножается в тысячу раз и к вам привлечет деньги. Эта купюра умножается в тысячу раз и к вам привлечет деньги. Это так говорить? Нет, не надо ничего говорить. Она действительно умножается и приходит в вашу жизнь. У меня было так. Осталось последние 100 долларов, а завтра или послезавтра оплачивать за квартиру 4000 гривен или 4,5. Это очень давно было. При этом тогда жил с девушкой, ну так, временно. Вот, тогда жил с девушкой и провел вот такой обряд, честное слово. Взял два зеркала, как раз у нас там зеркала были. После этого, вот, как вам это написал, то же самое сделал. После этого, говорю вечером, поехали в ресторан. Представляете, после этого приехали в ресторан, деньги потратили в ресторане, а в ресторане познакомился с человеком, который предложил хорошую работу. А вот так держу верхнее зеркало? Да, вот так вот держу верхнее зеркало. Я обычно делал так. Вниз смотрел, говорил одной купюре, а когда приставлял, смотрел вот так в верхнее зеркало на вот эту купюру. Так удобнее приставлять просто. Там, представляю, будто куда-то улетели эти речки, вдоль рек выросли эти деревья, вдоль деревьев появились, на деревьях появились цветочки и появились яблочки. Люди подошли, яблочки посрывали. После этого эти яблочками они накормились. После этого шапки сняли, сказали спасибо, боярин. После этого свечку потушил, все это сложил, купюру взял, пошел потратил. В этот момент эта купюра умножится на протяжении очень быстрого времени на тысячу раз. И эта купюра будет являться магнитом, в случае, если вы, отдавая ее, скажете, покупаю себе материальное блокопроводство. Просто это быстрее, быстрее будет работать. Если это делать перед Новым годом 10 дней подряд, то ничего. Это я вспомнил, что Новый год просто. Существует вот такой еще обряд, чтобы деньги в доме всегда водились. Хотите отдам тоже? Делать его нужно в четверг. Сегодня. Ставим на алтарь стакан с чистой водичкой. Насыпаем туда мелочь. В стакан. Насыпаем туда в стакан мелочь. При этом в этой мелочи должны отсутствовать мелкие деньги по 10 копеек. Нельзя. По 10 копеек нельзя. Вот так сцепливаем между собой мизинчики. Поняли? Вот так вот большими пальчиками трогаем наши мизинчики. Сцепливаем. И вот так вот сидим над этой водичкой. Охо-хо. И произносим. Ты водичка. Все тебя пьют и любят. Пьют и любят. Спасибо тебе водичка. Помоги мне. Спасибо тебе водичка. И дальше произносим. Как тебя много в ручье, море, океане. Записали? В ручье. Как тебя много в ручье, море, океане. В каждом людском стакане. Так, было бы много денег у меня. Нет. Было бы много денег у меня. И дальше произносим. Четверг, пятницу, субботу, воскресенье, понедельник, вторник, среду и в четверг. Четверг, пятницу, субботу, воскресенье, понедельник, вторник, среду. Ну, от этого дня и до этого дня. Сколько мелочей? Пол стакана там? Полные насыпаешь, жалко тебе. Одну монетку можно положить. Это не имеет значения. Понимаешь, мы работаем с энергиями этими. Просто создается... Какое самое первое слово? Перед водичкой. Ты водичка. Все тебя пьют и любят. Дальше мы не закончили. Не закончили. Как много воды, так и много добра. Злато-серебра. Так много воды, так и мне много добра. Злато-серебра. Здоровье и благополучие. Прочитайте 30 раз это. И только после этого разожмите свои пальчики. И дальше вот что нужно сделать с этой водой. Мы ее готовили для чего-то. Вымойте этой водой последовательно стол. Просто, знаете, не вымыть там, стол тереть, а просто там по столу поводить такой водичкой. После этого окна, двери и пол. Стаканчиком. Ну так, ну слушай. Взяла вот так вот тряпочкой и по полу поводила. Чуть-чуть. Это ж ритуал, слушай. Да, пол нужно мыть от двери в комнату. Этой водой можно умыться. Да, умыться можно вначале, а потом помыть стол, потом помыть. Концеза. Не мало. А? Этой водой можно и умыться. Да, после пола не надо. А еще, вот благодаря вот этому методу вам еще и поотдают долги, потому что вот сделав такой метод, вам отдают долг потом. Хотят отдавать. Да. Ребята, откуп человека от неприятности. Еще это запишем. Откуп человека от неприятностей можно делать в торговом центре. Помните, я об этом рассказывал когда-то? Это я рассказывал в эзотерическом целительстве. Но здесь метод этот, он немножко изменен. То есть мы его не откупаем и никого не привлекаем. Мы говорим, духи гневные, которые... Вот смотрите, или там послушайте, или там на меня посмотрите. Я вам сейчас расскажу. Когда гневные духи, это мысли других людей, которым вы должны деньги. Они каждый день думают о вас. И каждый день хотят вам чего-то. И они хотят этого чего-то, потому что им нужно это на что-то. Но они сами же и блокируют появление этих денег в вашу жизнь. Почему они так делают? Они не понимают этого. Но дело в том, что они тратят эти деньги в будущем, а они не могут в это время... А вы не можете в это время заработать эти деньги. Итак, а что же нужно сделать? Представьте, будто все люди, которых вы знаете, они находятся рядом с вами по кругу. Серьезно, банковские служащие, те люди, которых вы встречали, которым вы должны деньги. Этих людей много-много-много. Всех представьте вокруг своего алтаря. Всех, кому должны. Не, это сейчас мы делаем без торгового центра, это мы делаем с алтарем. Я просто с торговым центром решил вам не давать очень длинный метод, а уже времени не хватает у нас. Потому что вы очень медленно пишете, уже 10 часов почти. Итак, в тот момент, когда вы представили этих людей вокруг себя, представьте, что каждый из них начинает кланяться в вашу сторону, сложив ручки перед собой, и говорит слова «Ом мани падмахум». Кланяться перед вами, вот так и говорить «Ом мани падмахум», «Ом мани падмахум». Представляете этих людей раздраженными в самом начале, а в тот момент, и также представляете их в грязных таких картинках, то есть как будто они на картинке, только обляпанные грязью. А когда они начинают говорить «Ом мани падмахум» и кланяются перед вами, то становятся чистыми и красивыми. Есть такое? Самый легкий и самый ленивый метод, который существует. Ваджрарное дыхание и работа напрямую с каналом деньги. Но сразу хочу сказать, если вы какашка или вы жлоб, то вам вот этот метод с ваджром лучше не делать. Хорошо? Потому что только ухудшит общее состояние. Хорошо? Итак, я должен был это сказать. Итак, на свой алтарь положите купюру 100 долларов. На свой алтарь положите купюру 100 долларов. Поставьте ваджрную палочку вот таким образом в себе в пупок. Ну, у кого где? Да? У кого-то здесь. У кого-то здесь. Ты что, хочешь посмотреть, где мой пупок? Могу расстегнуть, но не надо. Уже только расстроимся. Итак, в это место, где пупок, ставим ваджрную палочку. И представляем, будто из 100-долларовой купюры или из большой банкноты идет серебряная ниточка. И она идет прямо вот так в центр вашего ваджра. Поняли? Вот сюда. Самая легкая практика. Только ваджра нужна. У нас, кстати, продаются ваджры. Сколько денег стоит? 200 гривен. Ну, видите, специально для вас. По супер яркой, зарабатываемой на вас пропозиции. Кучу денег заработаем. Серебряная. Серебряная, можно белая. Мы лучше серебряная. И делаю так. Смотрите, я вам сейчас покажу. Когда я... Вот здесь стоит 100-долларовая купюра на тарелочке. Здесь я приставляю, через нее идет ниточка. Я делаю так. В животик достал вот эту энергию. После этого делаю так. Поняли? Вот в этот момент я не приставляю ничего. В этот момент я приставляю ниточку, которая идет в ваджу. И делаю вдох в животик. После этого ставлю вот так в ваджу и делаю вдох. И снова и делаю. Сюда тянуть можно только деньги и здоровье. Поняли? А здоровье откуда тянуть-то, слушай? Поэтому только и приходится деньги тянуть. Не будешь с таблеток тянуть здоровье? Оно настолько быстро работает, вы будете в шоке сами. Вот просто в шоке. Серьезно. Если там, я вам скажу так. Если там положить 100 тысяч долларов и делать так, то приход на следующий день будет ровно 10%. То есть, если вы положили 100-долларовую банкноту, то тогда на протяжении следующего дня 10 долларов вы заработаете 100%. Нет, вот в этом месте деньги могут быть не заработанными, а чужими. Ребята, здесь вот вы будете видеть сами, она выполняется очень приятно. Как она ощущается? Когда вы ее поделаете, в животе появляется какое-то очень-очень приятное ощущение. Прямо ощущение, как будто там кто-то вас очень сильно погладил. Когда выполняешь эту практику долго, начинаются ощущения такие, как будто покалывают височные части, вот покалывают вокруг головки. Итак, ставим ровненько на свою. Ставим вдох, втягиваем ниточку. Ну, не втягиваем, мы ничего не представляем. Делаем выдох, ставим вот так. Вот так. Делаем вдох, делаем вот так. Делаем выдох, делаем вот так. И еще раз хочу показать, как работать с ваджей. Достаточно просто поднести вот таким образом к своей груди ваджу, для того, чтобы у вас увеличилась энергия в груди. Вот так, если ваджа стоит, это лечит вашу грудь, ваше сердце, перикард, нервы, поднимает иммунную систему. Если вот так приложить к вашей голове, то таким образом у вас увеличивается сознание, улучшается память, лечится память. Если так к животу, то улучшается хара, здоровье, общее состояние физическое. Вот. Если вот так сюда поставить, то мечты сбываются. Или наоборот, если вы очень нервны, вас это разрушает. Дальше. Если человеку угрожает какая-то опасность, то тогда от себя нужно отставить вот такую ваджу и поставить ее так, чтобы она вот так лежала. Вот так из вас увеличивается энергия, и в вас входит энергия сильнее. В случае, если вот так, то энергия быстрее начинает двигаться вверх вдоль вашего тела и вниз. Если вот так, то энергия запирается, и из внешнего мира никакая энергия не проходит. Если делать движения рукой и делать их следующим образом, вверх-вниз, вверх-вниз, то это лечит ваш энергетический кокон. Только делать это нужно левой рукой. Не правая левая. Да, и прикладывать по возможности тоже левой рукой. Вот так к рту не прикладывайте. Не вас не будут... Когда вы делаете вот такие движения, то их можно делать только до третьей чакры. Поняли? То есть только до солнечного сплетения. Здесь вот так прикладывать нельзя. А то вас люди перестают слышать, не хотят слышать. То есть вы так перекрываете энергию. Здесь лучше вот так. Я обычно показываю, как этой палочкой открывается чакра. И делается это очень легко, да? Делается это так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да? Помните, я это показывал когда-то? Таким образом я показывал... Но если перед собой вот так поставить, то все в упор перестают на тебя обращать внимание. А если ты взял вот так перед собой, как я показывал, не прикладывая, держа перед собой, и поднял правую руку перед собой, сразу же происходит запечатывание твоего энергетического кокона. Если ты такой ваджрой делаешь вот такие движения, так ты лечишь свой энергококон. Не сложно? Удобная штука. Можно. Удобная, поэтому у меня всегда она есть с собой. Нам кажется, это обыкновенная железячка. Так и есть, ребята. Но вокруг нее образовывается энергия. Она создает потоки. Не зря это очень похоже на купол церкви. Видите? Не зря это имеет какое-то значение. Ну, слушайте, это работает. Она действительно очень неплохо работает. Когда привыкаешь, то потом руки сами тянутся, все равно поприкладывать как-то к себе. Потому что ощущать начинаешь. Да никак. Вообще. Вообще старайтесь делать так, чтобы было очень быстро. А, я забыл сказать. В тот момент, когда поприкладывали, в тот момент, когда поделали это с животиком, поделайте вот такие движения. Крест-накрест поставьте эту штучку. Ваджу на колокольчик и позвоните рядом с вашим животиком. Поняли? Тогда это запаковывается, и эта энергия входит в ваше сознание и также в ваше тело. Это после обряда этих денег? Да, с деньгами. После этого можно позвонить. Какие колокольчики? Белые колокольчики освещают пространство, желтые колокольчики очищают пространство. В таких обрядах лучше использовать все-таки белый колокольчик. Поняли? Рядом с телом колокольчиком звонить нехорошо. Старайтесь хотя бы на уровне, там, я не знаю, локтя или там вытянутой руки. То есть прямо возле живота лучше не звонить. Помните, в эзотерийском целительстве я рассказывал, как колокольчик рядом с телом разрушает наше физическое тело? Дальше, вот, продал я вам ваджжиные эти палочки. Дальше, узелки и трудоустройство пишем. Приобрести ваджжи можно у нас. Дальше пишем. Узелки и трудоустройство. Когда идете поступать на работу, возьмите толстую нитку или канатик. Помните, я когда-то говорил, что существует некая магия тибетских узлов? Да? Или магия ниток. Так в свое время появилось 38 узелков вокруг животика. Помните, я это рассказывал? Или желтая нитка, цистита, я там рассказывал. Куча-куча этой магии существует. Вот одно из направлений, это привлечение в жизнь чего-то. Сейчас вам расскажу. Два обряда. Первый обряд называется трудоустройство. Когда идете поступать на работу, возьмите толстую нитку или канатик и завяжите ее со словами. Как эта нитка туго завязана. Так и меня имя. На работу скоро примут. И дело скоро сложится. Сделайте, повторите три раза, завяжите три узла. В этот момент вы должны быть одеты и стоять перед выходом. То есть не на алтаре это выполняем. Ну и длинная или такая? Да, любая. Главное толстенькая, чтобы была такая. Затягивайте поплотнее. После этого ложите вот так на порог, открываете дверь, переступаете, закрываете и уходите. А она там на пороге остается. Поняли? Внутри. Перед порогом ложите, идете на работу, будете приняты. Все, наверное, видели четкий малу, да? Все видели четкий малу. Но существует такой обряд, который называется четкий малу и узел. Четкие, это обыкновенные четки, которые продаются в эзотерических магазинах. Но сейчас есть еще и бусики, которые можно в любом месте купить. Заметили, да? То есть есть еще и наборные такие бусики, можно купить себе бисер какой-нибудь. Существует такой новогодний обряд, который можно дома выполнить, и он очень хорошо работает. Я вам сейчас расскажу, как его сделать. Нужно взять веревочку и взять к ней большое количество бусинок. И вот, что нужно сделать. На Новый год в 12 часов, серьезно, во время того, когда произойдет первый день, возьмите, сделайте алтарь и проведите следующий обряд. Скажите, возьмите вот эту веревочку и скажите, в новом году хочу любви. Завязали первый узелок. Завязали первый узелок. После... А? Взяли ниточку сначала. Взяли ниточку толстенькую там какую-то. После этого завязали первый узелок. Сказали, в новом году хочу любви. Завязали узелок. Сверху одели несколько бусинок, так, чтобы они не выпадали с этого места. Поняли? Две, три, четыре, пять, сколько хотите. Говорите, в этом году хочу семейного счастья. Завязали еще один узелок. Снова одели четыре бусинки, там или пять. Хочу много денег. Завязали узелок, надели бусинок. Обязательно нужно это сделать возле алтаря своего. Алтарь можно делать быстро. Как можно делать? Не обязательно тарелку. Положили лист белой бумаги, обвели пальцем, наложили там в чашечках еды какой-то на этой бумажке. Что там его делать? Я не могу понять. Что вас так испугало? Да ничего не должен быть намоленный вообще. Хочу много денег. Узелок. После этого из этого всего сформировали четки. И носите эти четки целый год. Просто их перебирайте. Все, что будет сказано на Новый год в это время, все будет на протяжении года исполнено. Может быть, что хочешь? Это и называется «Тибетский метод изготовления волшебных четок с узелками». И здоровье тоже, да. Если у вас есть личная мантра, то ее можно читать на такие четкие, и эффект увеличит. Серега сначала, давай. Свои четки. А свои четки у вас свои четки. Они у вас для каких-то целей. А это у вас изготовление четок с узелками, понимаете? Можно параллельно? Да, когда вы связали все желания, то тогда вы в конце завязываете узелок, естественно. Если вам нужно, вставляйте туда для красоты большую бусинку, если это женские четки. Вообще все равно. Вообще. Не надо делать длинные. Можете в дальнейшем эти бусики медитировать, даже просто перебирать в руках все желания. Это будет вашими бусами привлечения в жизнь. Богатства, любви, денег. Вот, всего, чего захотите, вы представляете? В новогоднюю ночь. Это делается либо на день рождения, либо в новогоднюю ночь. Как раз у нас сейчас есть возможность такое изготовить. Дальше. Ничего. Да, как только Новый год начался, первый день, сразу же начинаем. Новогодний ритуал с иголочками и елочкой. Раз Новый год, 2014-й, давайте записывать новогодний ритуал. Во время новогодней ночи, а лучше всего не во время ночи, а все-таки на протяжении всего дня, сорвите с елочкой, которая есть у вас дома, семь иголочек. И положите эти иголочки в семь разных нарядов. Это она искусственная? Если она искусственная, то сейчас на рынке попросите у кого-нибудь семь иголочек. Веточку хотите, вот, да. Семь иголочек. После этого на протяжении дня положите эти иголочки в разную одежду. Этого же дня. Этого же дня, да. Сама положила, сама положила. Что ж так все плохо, Игорь? Итак, у вас есть семь иголочек. Она лежит, эти иголочки лежат в разной одежде. После этого вы в течение дня должны одеть семь нарядов. Смотри, у тебя лежит семь нарядов на день. И в каждом из этих нарядов лежит иголочка. Одеваешь так, чтобы иголочка лежала в этом наряде где-то. Или держишь рядом с нарядом. Заколоть можно и нужно. Скотчем прилепить. После этого наряд походила, сняла, иголочку спрятала. После этого второй наряд, вторую иголочку. И так, семь нарядов в течение всего дня. А если нет семь нарядов, свитера меняйте. Просто если вы сделаете такой обряд, и после этого семь иголочек будет храниться у вас где-нибудь дома, то это, серьезно, то это позволит вам на протяжении всего вашего года не иметь проблем с одеждой. Никаких. Это же неплохо, правильно? Это будет позволять вам покупать наряды. Куда хотите. Не забудьте сказать экспрекс пэкс фэкс, да? Еще, это не конец. А, ну вот с иголочками все понятно. Теперь, ребята, вы знаете, что существует магия мелочи? Еще вот такая магия. Магия мелочи выглядит так. Возьмите ящик, не маленький, возьмите его большой, от обуви. Серьезно, это очень хорошо работает. Я это утверждаю просто. Даже если ничего в жизни не светит, скажите, что вы хотите. Скажите, что вы хотите искренне. Мужчину любимого или квартиру свою собственную или машину. Положите этот ящик и скажите, в тот момент, когда ящик будет полон мелочью, я куплю себе квартиру. Или у меня будет возможность купить квартиру. И каждый день бросайте в этот ящик мелочь. И вы увидите, что когда ящик будет абсолютно полным, вы купите себе квартиру. Я это говорю серьезно. Я это знаю на 100%. Я рекомендую брать коробку большую. Коробка должна быть такой, чтобы когда вы ее захотите перенести в дом, она будет неподъемная. Я когда в свое время собирал на квартиру деньги, я поставил вот такую коробку от обуви и начал туда каждый день сбрасывать всю мелочь. Так вот, когда она набралась полная, эта коробка, я ее поднять не мог. Она была такая тяжелая. Но здесь есть такая фишка. Если кто-то из дома возьмет из этой коробки деньги, жменю, или на что-то потратит, то мгновенно со всеми, кто есть в семье, происходит у этого человека сильнейшая ссора. Поняли? Поэтому вытягивать из этой коробки категорически нельзя. Считайте, что вы ее туда бросили и забыли. То есть копилка. Такая копилка. Только из коробки. Когда сбывается, первое, что вы должны сделать, занести домой вот эту коробку с деньгами и поставить ее в центр вашей квартиры. После этого сделайте так. Если делать все правильно, у нас под ваннами есть место, пространство. Нужно взять вот этот мешок с деньгами, перевязать его в кулек и вот так вот положить его туда, вот под вот эту ванну. Почему? Это будет очагом вашей квартиры. Пока там будет лежать вот эта мелочь, эта квартира будет ваша, ее у вас никто никогда не заберет. Никто никогда не заберет. Когда ящик будет полным, то у меня будет своя квартира. Да, когда ящик наберется, да полна, или там сполна. Хорошо, а если это не квартира? Ну так все равно. Когда ящик наберется полным, у меня будет свой автомобиль. После этого можно возить в своем автомобиле эту мелочь. Пока эта мелочь будет находиться в машине, ее никто никогда не заберет. А также, естественно, ее никогда не продашь. Никогда. Ну почему вечный? После этого мелочь эту потратила, машину нет. Ребята, а теперь давайте все-таки вернемся вот к чему. Теперь у нас уже есть возможности провести эти обряды дома. Вы, наверное, уже поняли, что эти обряды должны проводиться так, чтобы у человека первое было место для обряда. Второе. Вы теперь понимаете, наверное, четко, что обряд — это возможность все-таки поработать с энергией напрямую. В тот момент, когда человек начинает работать с энергией напрямую, то он должен понимать, если у человека есть страдания по поводу денег, то проводить обряды с деньгами нельзя. Если у тебя есть по поводу противоположного пола, то тогда проводить обряды по поводу противоположного пола нельзя. если у тебя есть какие-то ну если у тебя есть нервные отношения нервные состояния по поводу противоположного пола то проводить такие обряды с противоположным полом нельзя дальше если ты каждый день говоришь я хочу умереть мне уже задолбала жизнь и начинаешь проводить обряды со здоровьем только только ухудшить свое состояние вы должны это четко абсолютно для себя понимать дальше невозможно никому свои болячки передавать это невозможно сделать даже если это происходит то это происходит только путем откупа помните я об этом там самом начале говорил то есть от купиться можно у этих энергий эти энергии является нашими нервными состояниями зачем делается обряд это единственное место где человек может успокоиться обвести себя представить маленьким ребенком и это называется элементом настройки поняли а те приспособления которые находятся является своего образа прототипом но к тому к чему человек все время в своей жизни стремится вода поет нас моет нас делает нас здоровыми мы из нее состоим дальше клубни кормимся этим всем делом из земли все произрастает огонь вокруг огня мы греемся всегда там все происходит запахи создают нам эмоциональное состояние также палочки они тоже создают какие-то эмоции рекомендую выбрать из этих обрядов какие-нибудь и все-таки их провести можно можно взять все обряды специально для вас выбирал самые самые эффективные естественно ну вот мне не надо продавать машину мне ее нет зачем мне делать обряд продажи машины но вот если деньги нужны то можно провести обряд я бы лично выполнял обряд который там самый простой то есть мой обряд был бы работа с ваджером поставил к животику по притягивал после этого по закрывал естественно если вам одно не подходит отодвигаем переходим другому если 2 не подходит отодвигаем переходим к третьему обычно обряды если они работают эффективно если они работают правильно и вы настроены правильно и все у вас правильно сделано то эффект от этого обряда происходит уже до вечера какому именно чайку нет ребята если вы поставили вот этот круг и находитесь рядом с алтарем то в территорию вашего алтаря ни одна энергия не входит это своего рода защита когда вы заходите в алтарь вы можете ваджу ставить на алтаре вот таким образом от себя видеть вот так вот так чтобы она стояла вот так при этом когда вы обвели пальчиком правой рукой или левой не имеет значения после этого вы можете уже призывать этих голодных духов да если там у вас собака находится и эта собака зашла то у вас могут быть большие неприятности не берите с собой телефон не берите с собой часы не берите ничего отражающего тогда обряд будет проведен правильно старайтесь такие обряды проводить они действительно очень эффективные они могут убирать проблемы жизненные самый последний обряд к одну мы его не будем записывать я объясню как я его делаю рассказывал за три скам целисти он мне очень нравится не постоянно рядом с собой или у меня есть какие-то фотографии разных людей обычно это люди которые очень очень тяжело болеют онкология там всякая то есть вот это люди которые очень сильно болеют видите там онкозаболевшие там не отдают там больные очень детки вот там разные разные которым врачи не помогают уже понимаете то есть от них все отказались уже ник никому они не нужны вот даже девочка невеста какая-то вот видите какие-то фотографии естественно когда у человека есть вот такие состояния ему ничего не помогает кто иногда становится жалко вот когда я иду в торговый центр я всегда делаю так вот есть у меня эти люди я беру их вот так вот посмотрел на каждого представил лицо каждого человека у себя на лице представляете каждого человека у себя на лице мне хорошо развито состояние визуализации это делают ну мне не сложно после этого почему не сложно то что я не парюсь а вы паритесь как же я приставлю надо себя сбоку то нет я вообще так не думаю никогда просто есть и все после этого захожу в торговый центр и говорю гневные божества мучащие этих людей появитесь и представляю что слева и справа от меня а иногда это даже видно говорю это серьезно начинает появляться как периферическом зрении гневные божества я их представляю серого зеленого красного огненного нервные дерганы и так далее после этого говорю я откупаю у вас вот этих людей после этого представляю будто еду по торговому центру говорю мысленно представляешь им отдаю еду с одного ряда еду с другого ряда еду с третьего ряда еду с четвертого ряда еду с пятого после этого говорю и откупаю вас у этих людей и представляю будто передо мной костер я представляю одного человека после этого представляют другого как будто они у меня горят в этом костре духе соединяются с этой энергией после этого я смотрю как они отворачиваются горбатится и по чуть-чуть уходят понятно облегчение происходит в тот же день когда происходит проведение вот этого время облегчение происходит но для того чтобы убрать нужно работать с человеком 30 90 100 представляете почему ну и что может заставить вас работать с человеком просто так все может заставить то есть ну любовь но я этих людей не знаю возможно от них плохо пахнет возможно эти люди я же не я же я же не виноват в том что у них это в их жизни произошло не виноват не виноват ребята запомните такую фишку никогда ничего не для кого бесплатно не делайте почему когда вы что-то делаете вы таким образом отдаете часть своей жизни эта часть вашей жизни передается как часть жизни этому человеку объясню почему в том что он зарабатывает деньги он отрабатывает целый день это является стоимостью его жизни за которую он в итоге получает деньги поняли нет то подожди вот после этого когда этот после этого когда вот я тебе скажу мой обряд допустим стоит вот сколько вот я в течение дня зарабатываю сейчас там определенную сумму денег хорошую сумму денег на протяжении каждого дня получается это занимает приблизительно часть мы час моего времени ну можно рассчитать сколько я получаю в месяц сколько я получаю в день и сколько я получаю в час если я столько получаю в час и буду проводить обряд 30 дней то можно из этого сформировать стоимость понятно если из этого сформирована стоимость то после этого ты просто как всегда занимаешься своей работой это меня уже стимулирует то есть у меня лежит за 30 дней какая-то сумма в моем кошельке, которая запечатана, вы должны знать, что пока обряд вы не совершите до самого конца, то забирать и тратить деньги, которые там вам лежат для этого обряда, вы не имеете права. Почему? Если ты деньги здесь потратил, тогда деньги, взятые у будущего, не зарабатываются в настоящем. Значит, этот обряд ты не совершишь, тем самым ты обманываешь этого человека. Понятно? Естественно, если вы уже деньги получили за этот обряд, то эти деньги должны находиться в конвертике до того момента, пока обряд не будет выполнен. А до того момента, пока обряд не выполнен, деньги ниоткуда не забираются. Сейчас лежит два кулечка с погремушечками дома, и они лежат уже два месяца, потому что к ним руки не доходят. Но в каждом из этих кулечков лежит погремушечка, конфетки, полотенце, и в конвертиках деньги. Почему? Потому что каждый человек, кто занимается эзотерикой, знает, не сделал работу, деньги не тратишь. Понятно? А также всегда помните, что бесплатно делать ничего никому нельзя. Нельзя. Все это является просто... Деньги это своего рода энергия нашей жизни, понимаете? Вы тратите свою жизнь, за это получаете деньги. Насколько ваша жизнь эстетична, насколько в ней есть много радости, счастья и удовольствия, настолько в вашей жизни эти деньги и появляются. Ваша жизнь ничего не стоит, потому что там появляются депрессии, состояние страдания, мучения, внутреннее состояние конфликтов. Но, ребят, что я вам могу сказать? Естественно, такая жизнь ничего не стоит. Естественно, у вас будет полное отсутствие денег. После этого вы берете вот это и начинайте работать с магией какой-то. Ребята, не начинайте даже, потому что все нужно начинать отсюда, а также с моей книжечкой, которая называется «Магия денег», которую можно приобрести здесь за деньги, а можно это скачать сейчас на моей странице ВКонтакте. Почему? Сегодня я эту книжечку выложил бесплатно, и эту книжечку все люди могут скачать просто так. Почему? Потому что новая книжечка уже дописывается, которую буду продавать. А старенькая, в старом году старые книги будут отданы бесплатно. Все, ребята, желаю вам счастья. Надеюсь, мой семинар вам понравился хоть как-то. Скажите, то, что вы услышали, это полезно вам будет, да? Ну, хорошо. Тогда успех. Спасибо.